на сколько вопросов вы сегодня ответите на 3 на 10 так ну ты давай нас пожалуйста не закапывай раньше времени хорошо до 4 договорились 3 2 3 вопроса вы думаете что вы ответите на 3 вопросы 3 вопроса это 30 рублей друзья это помощь ну как-то слишком маленький ну да надо 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 копейка рубль бережется гоф кэс пишет ну все мы тогда вырубаем пакет вискусы манис ну ладно один пакет вискусы мы купим один пакет вискусы даже два почти есть вас же два губа если паскет что травить животных надо больше заработать чтобы не травить их нормально запрягает меня слева это твой парень да да ребят естественно мы специально покрасились в 11 один свет просто одинаково чтобы все понимали я такая когда в gta играл делал одевался одинаковые ладно лет почему все-таки вы считаете три вопроса максимум до 4 я не знаю что будут за вопросы но если там как не знаете я вам все все ответы скинул уже я напоминаю кстати то что у вас есть три подсказки это звонок другу 50 на 50 помощь 4 помощь зала помощь наших чатика наших зрителей они могут вам подсказать правильный ответ поэтому я думаю на три вопроса в принципе в теории ответить и вот так же специально для и потому что отказалась выбирать эту подсказку есть категория звонок бывшему бывший бывшему бывшему я тебе позвоню брат сразу наивный ведущий думает что стримеров есть друзья особенно и бывшие это вообще бывшие друзья я бывшие друзья как раз таки у стримеров есть поверьте мне на слово ну ладно давайте тогда знаете что какой-то чтобы фразу вот чтобы чтобы мы могли начать вот какую-нибудь такую фразу вот какую по одному слову по одному слову земля помидорами земля пухом и земля помидорами это я думаю шикарный слоган к нашему началу и так друзья шоу начинается сейчас проиграет музыку первый вопрос чему равняется 2 плюс 2 умноженное на 2 слушай это слишком просто да да как бы растянуть удовольствие время даже типа вы знаете вообще ответ да ну конечно это ответ боя 6 уверены блять пожалуйста давай вот драма тут согласен совершенно правильный ответ а б 6 вы вы математике скажите сразу математика с первого по четвертый класс а твою я понял я за 1 по 4 беру так чат кто знает математику с 1 по 4 класс плюс чат обязательно я думаю таких мало будет ладно хорошо я вас понял я вас понял вы ответили на первый вопрос и мы переходим к следующему это уже вопрос гораздо серьезнее он на 20 рублей на 20 рублей второй вопрос друзья я считаю легкие деньги сюда вы должны сейчас будете постараться я напоминаю то что у вас есть подсказки если вы сможете то ладно следующий вопрос вы готовы максимально следующий вопрос какой персонаж стихотворения корнея чуковского телефон просит прислать калоша у меня зазвонил телефон кто говорит слон откуда от верблюда что надо шоколада так про шоколад я помню какой персонаж стихотворения ох ты сейчас я пока скажу ребята за баллы канал у вас есть возможность отвечать также на вопросы вы пишите номер вопроса и букву на которую который вы считаете верным но вы чат не смотрите сразу у вас есть четыре варианта ответа бегемот крокодил слон и кошелот ты вопреки сейчас используя подсказку на втором вопросе это вообще уже подсказку можно мне сразу все три звонок бывшие бабушки дедушки тети и кому-то еще можно набрать только если тетя сейчас посмотрите на ша а потом позвонил и со слезами просил мой милый хороший пришли мне халоша и мне и жене и татош кто бы мог это сказать кто бы ну слон кошелот бегемот или крокодил кто самый разговорчивый из этих ребят как вы думаете да конечно в животном мире же все животное разговаривают это была алиса лера зависла нет она просто ладно это зависла походу код все-таки выключил компьютер она силы мысли пытаются ответ чат чтобы вы понимали мы мы с лерой буквально за несколько минут до шоу говорили если я вырублюсь то это код отключил компьютер ладно ты хоть успел погуглить пока ты там пропадала нет блин зачитал в рифму все а потом позвонил спросил и наил заканчивается точно не бегемонт и вообще животного с бегемона то не существует поэтому смотри от метаем кошелоты его там точно нет слон это не просил бегемонта нет в принципе значит остался крокодил да давай попробуем давать сашку вы выбираете ответ с я подсказал ни в коем случае чат я подсказал ребята всем привет всем привет ну если вы так считаете то вы совершенно правы потому что ответ с крокодил и потом позвонил крокодин крокодил и со слезами просил мой милый хороший пришли мне калоши и мне и жене короче на кстати я вылетаю гугли вопрос потом так по очереди у меня вы не вылетели я не знаю почему я все слышала нет с психами орала почему никто не отвечает мне на вот понятно хорошо вы ответили на второй вопрос и вы перемещаетесь на 3 это уже гораздо серьезнее 30 рублей третий вопрос еще три подсказки сейчас мы их потратим прям на третьем вопросе все три тратить давай хорошо и малыш третий вопрос друзья и это что потеряла золушка потому что сначала туфельку а потом девственность это два правильных ответа если что глупо спорить всем что золушка в конце все равно в итоге потеряла девственность то есть у них у всех там дети ну вообще в принципе зачем мне не что мы поженились потом или ты думаешь так ты не додумываю вот я думаешь что в disney не было секса это же вам не советский союз ну ладно ответ д туфелька ответ д туфелька а потом б а потом б сразу же отвечаем да я смотрю ты метишься да туда прям в кинорежиссуру диснея чтобы доснять то что не лера героиня диснея лера чисто принцесса и диснея какой бы ты была принцесса или это так называется на новая сказка на диснея и да это совершенно верно ответ д правильный туфельку ну и конечно же друзья ответ б девственность тоже правильный так ладно пока что вы идете очень уверенно я думаю что будет ну намного сложнее я думаю что так как вопросов именно представлял какие подожди а какие до какого вопроса ты метил до 3 это вы месяц и до 3 я думала что в принципе на 4 думаете можно останавливаться хорошо мы переходим к четвертому вопросу сумма повышаются 50 рублей ну я напоминаю то что до несгораемой суммы вам нужно отвечу на два вопроса это 100 рублей первая ваша несгораемая сумма также для вас дорогие участники и для чата у нас есть новость у вас есть право на ошибку вы можете ошибиться один раз всегда в любом момент вы можете ошибиться да и потом возможно исправиться возможно еще раз ошибиться подряд так хорошо мы переходим к четвертому вопросу дорогие друзья и вопрос на ваших экранах главный специалист по дымоходам ответ а эктор степп б трубочист с лысый из бразерс д плотник как бы да либо цели б б но девчонки ксер а вам не нравится мне понимаешь если бы было c то там бы был не лысый с бразерс либо в либо еще кто-то лир с этого момента ты тоже мне интересно что там забили с веном что вы не знаете вы не знаете о гачи культуре так ладно она короче сейчас сама свою игру сделать то хочет стать нужно каждый день так вот били ивэн это и ясно позер и ясно позер и хорошо били ивэн ответов у нас нет у нас есть ответы золушка 100 рублей спасибо это идет наш творить на хуели вы чё охуели спрашивать золушка спрашивает вы чё охуели друзья вы ее как-то недооцениваете она сначала девственность потеряла золушка походу недовольна не не тот ответ выбрали а нас пропустили дальше слушай ну реально ну чем занимается плотник плотник как вы думаете чем занимается давай давай каждый вариант просто разберем чем занимается плотник сидят вам что-то землей спрашиваю плотник платит налоги нет смотри из всех вариантов ответа но здесь очевидно трубочист если не разбирать нет я думаю все таки трубочист нет потому что это тоже сантехника приписывает это ты вот это вот это то что ты вот это а в трубочку играет короче здесь супер очевидно что типа трубочист и так бля если это будет реально что-то другое я вообще был девственность золушки ну и зачем ты меня потеряла ну и зачем ты меня потеряла спрашивает девственность золушки я думаю это вопрос к лере лера как вы думаете а я не теряла девственность золушки не надо я тогда тогда илья скорее всего ее потерял ну уж давно так понял понял и так вы выбрали вариант b трубочист совершенно верно это бля трубочист и вы переходите вы заработали уже 50 рублей слушайте это уже почти что три корма кошачьих поэтому херовых херовых кошачьих херовых кошачьих херовых кошачьих корма но все равно главное что есть я кстати у меня было знаете такой один раз мне я съел на стремя вискос кошачьих корм ну так получилось короче есть она будет накормить ты зам звания ресторана бизнеса кончу быстренько тебя с моргой пойдешь отучишься быстренько я уже отучился брат я технолог пищевого производства все ребята если вы хотите открыть ресторан в центре москвы то вы знаете я вам скажу то что на нашем стриме было первое сделано предложение в кайфе в прямом эфире предложение руки и сердца нифига себе да это интересно вот так вот вот так а поскольку вы ответили я вам упоминаю на четвертый вопрос мы переходим к пятому вопросу что это первая не сгораемая сумма ваше ваше ну все поехали давайте но я думаю с пятого вопроса начнется уже реальный секс типа вот на пляже с пацилинским соусом да я думаю что сейчас будет соус карри карри нет кисло-сладкий ты любишь кисло-сладкий понял хорошо мы переходим к пятому вопросу илюха рассказал нам один факт о своей жизни а мы переходим к пятому вопросу сколько музыкантов квинтете и это пятый вопрос и поменьше музыкальных вопросов сразу говорю про секунду ко мне чисто стрепчины как мне чисто стрепчины брат так хорошо название так буква а буква ию хотел сказать но буква вопрос вы дошли до роста легенды не зря не зря в караоке да кто не знает ребята лера очень круто поет она забила биф нашему ник прессу и у них будет музыкальный баттл они будут петь против друг друга а чё она об этом не знаю тут мне просто интересно я никогда в жизни никиту не перепою не надо нет ну почему почему максимум максимум мы с ним можем забиться в своей кем музыкальном паке вот это будет интереснее ребята да всем привет если если хотите этот баттл леры против ника то обязательно пишите итак ребята пятый вопрос отвечен 100 рублей вы заработали несгораемая сумма преодолена так скажу слушай но это уже такое типа purino one такой сапаскидки можно взять в целом мешочек маленький такой чисто пойдет пятый вопрос вы понимаете что будет дальше я говорю будет грязь не думаю сейчас будет ребята интерактив для чата прямо сейчас один из участников говорит кое-что кое-что на плетку пожаловать в бан провокация на бан провокация лера сейчас ты будешь говорить факты я напоминаю дарова дарова ребят спасибо за рейд спасибо сейчас у нас на передаче на передаче будет интерактив с чатом сейчас будет запущен prediction дорогие друзья и вы будете решать лера расскажет историю и вы должны будете определить было это по-настоящему или этого не было вовсе понимаете prediction будет на два варианта ответа логично модератор я попрошу вас прямо сейчас его запустить пока лера рассказывает историю долг думала чё рассказать короче история была следующая или не было или было душ вам решать а я постараюсь рассказать нормально мне было пять-шесть лет если честно не помню я жила в селе и мы жили с родителями и в соседнем дворе большой большой дом был двухэтажный там ну многоэтажки дома вот и очень много детей там жила у бабушки собственно бабушка жила и еще куча людей с детьми и вот я там часто играла со всеми этими детьми и оставалась ночевать у бабушки и вот в один момент родители мне не разрешили ночевать у бабушки чтобы там играться и я решила как любой здравый ребенок устроить истерику значит ситуация была следующая сидим сидят родители на диване я возле телевизора катаюсь по полу и на диване у нас спит кот короче чтобы долго не рассказывать кот в два прыжка подлетает ко мне бьет меня лапой по лбу чтобы я перестала орать в итоге я затыкаюсь и мама просит чтобы я извинялась перед котом я говорю барсик извини кот разворачивается идет обратно спит на диван все шикарная история спасибо огромное лера за такую фантастическую историю чат вы сами все слышали все что вам остается сейчас сделать это проголосовать в нашем предикшене было это или не было подумать даже не дали так а можно как-то ладно реально охуеть реально код у тебя ниндзя какой-то получается ниндзяга переиграл в детстве блин ну походу у нас чат немножко не успел проголосовать слишком рано был запущен предикшен я с телефона бунин я понял хорошо я думаю что отмени ставку и запусти час ну да и сделай на минуту и и конечно ребята вы пока можете рассказать какую-то еще замечательную историю не обязательно чтобы это было время прогнулась все ребят может не рассказывать хотя нет я могу только кринжа навалить кринжа хорошо нет кринж твич оборяет максимально фу блять кринж мы одобряем да может навалить прогноз запущен ребята можете определять правда или нет илья кринж уже кнопка какая-то есть типа нажимаешь такой о все режим кринжа активирован давайте что-нибудь сейчас так же я кринж мариную пока я не знаю все кринж активирован отлично может начинать серьезно согласен гачи это не кринж гачи это искусство если хотите послушать и поржать хорошечно то есть гачи версия полина гагарина и меланхолия я просто улетела в голос с нее потому что великолепно был подставлен текст просто шикарно это следующая будет минусовка которую я сделала в гачи версии все мы обязательно ждем лир спасибо итак прогноз все успели проголосовать я надеюсь лера ты можешь озвучить прямо сейчас правда это или нет всем очень интересно это была правда меня действительно отпиздил код это была правда дорогие друзья леру отпиздил код в gta 5 rp шикарно шикарно у тебя диджей панель там какая то есть да да стримдек знаешь такую а стримдек конечно у тебя на сколько кнопок ну-ка давай у меня на 9 а а есть там разве на 9 я думаю там 6 12 18 нет у меня нам пад на клавиатуре ладно поехали вот такая история от леры друзья а мы переходим прямо сейчас с вами к следующему вопросу и сумма следующего вопроса уже равняется 200 200 рублей 200 рублей это это уже действительно неплохо я так думаю а поехали шестой вопрос каким классом не может быть человек WoW Classic а жрец б шаман ц маг д чернокнижник такие варианты ответа на ваших экранах дорогие друзья WoW Classic я напоминаю вам то что это самая первая версия игры World of Warcraft самая популярная мморпг вот ты играла вообще? смотри жрец маг точно могут быть могут быть насчет шамана я не уверена шамана но как-то переплетается знаешь шаманы я точно знаю были в орде потому что трал это шаман и чернокнижник это гулдан он считается чернокнижником какие-то матерные слова касаемо чернокнижников вот это ну смотри люди это по-любому альянс то есть слушай я не играла в WoW Classic я в WoW не так давно начала играть но я играла в Хардстоун и чернокнижники да по-моему все чернокнижники орки были а может и нет ну давайте вспомним какие вообще были расы в WoW Classic это человек темный эльф гном и и кто еще чат помогите помогите чат я забыл орки должны быть орки это ворде это орки тролли нежить и я знаю то что я помню точнее то что в Бёрдинг Крузей добавились получается у нас дринеи и кровавые эльфы с кем бы могли прийти дринеи давайте так подумать дринеи дринеи кто-нибудь ну по-любому знает вот чат у нас знает чат очень хорошо знает я вижу чат вы огромные молодцы я не играла в WoW Classic но я пытаюсь помнить синематику я играл в я помню что играл я в детстве когда малой был еще у меня старый был компьютер точно играл малой в детстве сто процентов WoW Classic да вы играл 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 просто в синематике был чернокнижник и он был он я точно помню как он призывал этого голема и это был точно не человек и вообще там из людей чисто маги были по-моему жрецы ну вот я что-то между шаманом и чернокнижником но мне кажется что я бы все-таки наверное к шаману склонялся потому что ну мне кажется это единственная типа из раз которую по-моему только а ты не хочешь позвонить там кому-то не-не-не давай ты моих бывших не воскрешай ради бога да дай им спокойствие спокойствие я просто даже не знаю кому позвонить я просто я блять сейчас я блять сейчас какой ты урод просто ты понимаешь у меня номер телефона еще не осталось я могу позвонить дрейнису но он стримит у него а я кстати с ним адреналин играю как раз да у него адреналин ааа кому еще я могу позвонить кто играет в бофф с морозитовой я не знаю помнит она или нет она была совсем маленькая когда играла в классик ну вы думаете вы думаете у вас есть три подсказки если чат знает если чат знает я уже сказал может вы воспользуетесь подсказкой помощь чата ну я вообще на самом деле думаю либо шабан либо чернокнижник но это очевидно ну понятно что есть сейчас 50 на 50 мы сделаем оно так скорее всего останется поэтому оно нам не поможет как бы очевидно да ну нет есть вероятность что может быть там допустим или жрец чернокнижник ну то есть выделенный оборот еще эээ можем взять помощь чата но я не уверена на самом деле потому что я и не играла в бофф классику лера не быка играет лера играет в шадоу лэнд сейчас я играю в шадоу лэндс я начала с боффа вообще о чем вы ребята да и то не сначала уже на конце у меня шадоу лэндс это первое дополнение но я смотрела 11 часовой лор вова все 11 часов вот вот итак друзья чему мы склоняемся не хочешь рискнуть то не рискуй тут не пишешь шампанского у нас есть право на ошибку блин я не хочу ошибаться но хочешь рискнуть рискуй ну что я итак ответ короче она голову на мне будет вся вина если что я 200 рублей чисто сам залив вина вина у нас есть комиссии просто я подсказку заезала там допустим у чата ошиблись может быть в другом там же еще жестче вопросы будут а если мы хотим дальше идти ну давай отвечай давай ладно все сейчас я перепелиные яйца взял в кулак все вроде все я готов мои положи на место опять опять короче шестой вопрос ладно гоу рискнем я думаю шаман итак Илья все блять уже на киви я откидываю деньги я понял ты диктуй номер телефона я сразу на шестой вопрос выбирает ответ п шаман вы точно уверен что вы не хотите вот сука начинает вот это вот видишь хорошо не надо брать подсказку потому что это совершенно верно ответа дорогие друзья конечно же шаман шаман как раз сейчас вышло новое обновление burning crusade где как раз добавили шамана ну вы прям уже занервничали я смотрю уже что-то в поджилках у вас протекает возможно это кровь бутафорская нет это бунаквоактив язычный бунаквоактив это не рибама интегрированная всем привет ребят ребята все здравствуйте вы попали на шоу кто хочет стать кондиционером это наш благотворительный стрим где все выигранные деньги пойдут в благотворительный фонд который выберут наши уважаемые участники поэтому ребята готовьтесь также отвечать на вопросы активничайте в чате помогайте ребятам они конечно чат не видят но когда будет устраиваться голосование вы сможете им помочь а мы с вами медленно но верно переходим к седьмому вопросу седьмой вопрос это уже 400 рублей слушай это можно прям хороший это уже можно и собак накормить сверху еще согласен и так седьмой вопрос кто из снг твич стримеров перешел в вебкам перешел в снг кто из снг твич стримеров перешел из вебкам варианты ответы а лея горная б аляша c gtfb d нойра море нойра море если ты тут перешла ли ты из вебкам точно не б потому что Олечку я знаю я знаю как Олечка начинала начинала с хардсона Таня играла в доту на вообще на твиче она играла в доту в принципе изначально Леечку я ее очень сильно люблю это просто невероятно светлый и добрый и позитивный человек вы просто себе не представляете насколько она добрая девочка но я знаю что она была my little какой у нее ник был так гуглеры в чате быстренько активизировались я не помню какой у нее был никнейм но Лея да она на твич уже пришла после после чего после ну я не помню на какой где она была на бонке платформу можете называть просто да да это даже не так важно просто я не помню где она точно была my little pony пишут но но на твиче она пришла оттуда и она как раз как только появилась потом на стримфесте мы на стримфесте я ей вот так вот бородочку чесала она ну короче очень хорошая девочка и ответ А ответ А да боже мой ты 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 говоришь лея горная да я знаю что ли она на твич пришла уже после а ты думаешь Таня Таня нет ну я с Таней сейчас лично общаюсь ну время от времени и она могла думать нет 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 просто нет я я хотел просто полностью существую позицию ну мне кажется что Тани нет потому что и насколько я помню как Тани вообще как стример появилась они с Алошей встречались и как бы она до этого сидела как бы в чате потом начала стримить доту по моему так было все окей окей я не очень слежу за личной жизнью но по моему Таня начала стримить по моему так да я о ней так узнала в чате пишут пошел дрочить спасибо за подсказку всему чату и вы убираете ответ а да а че я не знаю я не знаю с Лея тоже у Лея потрясающая фигура и она очень красивая девочка поэтому да блин друзья ой я забыл вам переместить на седьмой ну ладно уже на восьмой мы переходим блин восьмой вопрос вы че так давите вы сказали 3-4 максимум что вы этот так уровень показывают уровень реально показывают уровень ребята просто огоньку в чате для ребят спасибо им за их уровень и так восьмой вопрос восьмой вопрос вы еще не истратили ни одной подсказки вы понимаете это блин это хорошо это уровень а ща мы лоханемся просто и все хватит дышить уже ладно ладно хорошо не буду долго томить друзья мы переходим к следующему восьмому вопросу в каком году Дима Билан занял первое место на Евровидение never never let you go fall as before извините это первая песня с которой он поехал он занял вторую второе место с ней первое место он с believe me у него там у него плющенко катался после этого трахнул продюсера и сейчас у них гном гномыч вот и скрипач еще с ними был это тоже да их ребенок скрипач скрипач тоже ребенок просто молодец это я не помню год я не помню год 2000 ну 2000 у вас есть подсказки ребята есть 3-4 подсказки короче самое время звонить бывший возможно твоя бывшая это как раз продюсер который я думаю не слушать зиму билана мышь не слушает нет я думала у меня никто из моих знакомых даже фанатка билана сразу видно издалека это при тебя или я потому что фанатка лазарева я всегда за Сережей была вот а ты знала кстати что лазарев что кто мальчишка ну да и чё ну просто тебе говорю это не отменяет того факта что он талантливый мы одобряем это просто великолепный певец просто владение голосом ну невероятно великолепно я это не отменит того что я просто проплакала как тебе трек самое сердце у него вообще легендарное мне больше нравится у него даже если ты уйдешь снег в океане вы слышали я переснимал этот клип с ребятами меня позвали да сняться вот клипе ну пересъемку на клип дима блин дима билана а Сергея Лазарева да вот на песню снег в океане и вот я кстати полюбил знаете когда слушаешь песню 145 раз за день вот она в принципе прикольный становится поэтому да поэтому да ребята всем привет кто так я бы использовал я бы использовал подсказку потому что мне кажется что 2008 но он два года подряд ездил 8 9 по моему подряд он ездил два года подряд потому что первый год он не занял второй год он занял и после него когда в россии было евровидение потом был рыбак да потом после рыбака была по моему приходька а дальше я уже не смотрел евровидение и так ваше решение вы выбираете либо подсказку либо рискнете спасибо за полом все ребята или не подряд или через год он ездил мне почему то кажется 2008 9 давай короче права на ошибку и наверное право на ошибку воздействует всегда право на ошибку воздействует всегда то есть независимой можете ее не брать да ок 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 go 2008 если не будет правильно я думаю будет 9 с моей mosterm ооооо 2008 год давайте вспомним еще ваш 2008 кто-нибудь помнит 2008 расскажите оwork о 2008 песок и в песочнице нормальный класс 8 класс анатомия изучали уже учебнику начать я был десятом классе кто выше то выше кто больше 2008 год евровидение евровидение либо объездил и тысяча 2008 либо он ездил 8 9 дима билан дважды был на конкурсе евровидения 2006 и в 2008 году 2008 году занял первое место с песней или в меня это правильный ответ на бегем 8 вопрос вы что творите вы что творите песня такая была это сказала мы не уложим 45 минут и ребята мы переходим к девятому вопросу мы с вами можем вечность находиться вы мне максимально импонируете я думаю и чату точно также и поэтому мы с вами переходим девятого вопроса и напоминаю что вам осталось два вопроса до не сгораемой суммы 2 не сгораемой суммы 3000 рублей я комарову ебал что за грустность потому что это кровь твоей крови хорошо хорошо потому что илюха тоже сосет ладно киберспортивная команда стала победителем первого за интернешнл по дота 2 варианты ответа а ехом б москву файл ц инвиктус гейминг и д рожденные побеждать нави так ладно давай так ты дотер вообще я играл раньше я играл я знаешь знаю ответ на этот вопрос если бы мне его задали я бы ответил а лера ты дотерша я то что я знаю в доте то что они ходят короче я помню ехомов точно я бывший дотер ладно давай я бывший донер она за пиздец просто плакал когда короче я помню ехомов но они были по моему после того как нави выиграли интернешнл я не помню чтобы москву фай выигрывали интернешнл айджи тоже китайская команда короче я думаю что все таки это должно быть нави типа должны быть нави мы потом айджи были тоже потом москву файл я не помню чтобы вообще выигрывали интернешнл и я звоню нс рожденные проемы быть мы а ну это неплохо кстати оформилась звонок другу и ты позвонишь да и так и вид болен чем все стриме как раз блеснет своими знаниями и дрэд стремит и ярик сегодня косплей был у него день тяжелый да пишут звони и несу сто процентов ответить слушай но на самом деле типа ну я не помню правда чтобы m5 выигрывали вообще into айджи были потом их а мы тоже были потом никому я помню просто страшно ебали в какой-то вот период времени у них прям три подсказки но сруйте правда ошибки можете ладно ладно давайте ладно сейчас это вот это сейчас начнется вот эта помощь чата естественно таких но и вот это вот это точно начнется я уверен это нос дорогие друзья вариант звонок другу 50 на 50 помощь чата или же будете отвечать я ладно давай может быть давай может просто у нас же все право на ошибку есть я просто голосую за нами потому что я у меня есть футболка на у меня кстати вообще имена есть можно разуть конечно конечно а ты доту получается не играла никогда в жизни почему не любишь я не просто не играл ее никогда я в кэшу хох в жизни не играл на ви но ведь на ви скорее всего тогда еще не существовало вот пишут на я все это не существовал я первый интернешнл давайте вообще вспомним ребят когда был в каком году был первый интернет это 2010 год соло тогда играл соло тогда еще а может и играл но он был тир-2 уровнем по моему хорошо 2000 санта дота с детства за vp до 2000 санта играл тогда нет нет не по-моему вообще старики еще скиф ребята чат вы можете также блеснуть своими знаниями отвечая на эти вопросы выбирая за баллы канала и мы потом все посмотрим пишите номер вопросы и вариант ответа и возможно тот человек который больше всего ответит правильно что получит бывший бывший дотер должен знать я вот я вот знаю что квинтет опять все ну что вы готовы легендарная хуйня до ну кстати у меня раньше паре матч были так то да можно и джебет ребят здесь что мне нужно пока на стрим так что можно как бы оформиться на самом деле это на самом деле это мне короче вот виктория главная фанатка navi отправил мне именную это вообще лютым бы вот вы выбираете вариант ответа d надо да не разочаровывай меня 2011 год на как раз в горшок ходил нормально как раз ходил в горшок 2011 год да давай уже ладно ладно это правильный ответ вариант d если я ошибся я просто найс один экстеп да самый надежный букмекер кстати для вас всех самый надежный букмекер один экстеп не будем забывать этого десятый вопрос друзья мы переходим к следующей несгораемой сумме 3000 рублей у вас уже 1600 в копилке вы можете уйти просто забрать 1600 и отправить эту сумму и четыре подсказки и четыре подсказки вы вообще решили меня полностью дай мне все свои деньги не нужно больше золото но я имею ввиду понятно все идет на благотворительный сегодня мы не будем забывать так ну что 10 вопрос 10 вопрос как думать он будет сложен для вас ну я думаю да ты даже уже подготовиться депутат не получив награду в какой номинации моргенштерн устроил скандал на премии мусс тв лучший исполнитель лучший исполнитель да это пиздец легко это это хайп лютый она просто в инстаграме все это засвечено было в ленте я убирала не интересует но уже прочитала лучший исполнитель до победил моргенштерн устроился лост бкп шечка блэк холл да чат еще на вопросе про доту блин степ ты лох ссори ну да что то вопросы конечно подъезжают легко слишком это слышу я не знал что они такие блин жесткие ребята вторая несгораемая сумма преодолена 3000 рублей в копилке у наших гостей и три тысячи уже сто процентов летят на благотворительность это сто процентов и сейчас ребята мы переходим к нашей любимой рубрике интерактив чатов илья фандер подготовил также для вас историю было это или не было вам придется ответить правда или неправда поэтому ребята сейчас готовьте готовьте свои телефоны руки и ноги пальцы все готовьте потому что илья прямо сейчас начинает рассказывать для вас эту замечательную историю ладно братва ну представим смотрите такой движность я учусь шараги все дела но я как бы человек простой говорю все своими словами без всякого да да учусь шараги да то дым судым второй третий курс там мечта стать киберспортсменом да супер зашкварное слово но кренжа надо навалить учусь такой и вдруг представим что какой-то турнир крупное мероприятие событие должно было происходить в городе ну допустим город псков и я короче беру все свои кровные накопленные деньги а я хуй его знает еще дальше бы отправили владивосток значит беру все свои накопленные деньги да там тысяч там 15-20 там с турнир который утал тогда вот беру ребят и мы едем короче от клуба в этот псков участвовать на этот турнир турнир там призовой фунт тысяч ну сто рублей 100 тысяч рублей примерно был приставик вот мы поехали сняли там квартиру с ребятами я там приготовил покушать то дым судым покушали с ребятами и значит наступает вечер ночь к нам в дверь начинает долбиться какой-то мужик предположительно это был сосед и он типа ну начинает уже реально там угрожать чуть ли с ножом не стоять за дверью и по итогу на следующий день он берет выключает нам полностью свет в квартире вырубая нам пробки и все остальное ну короче полный пиздец у нас ребята сидели все просто в этом доме квартире не понимает что происходит чужой дом и все остальное и реально было вообще жесть вообще это как вы считаете это похоже на правду или все-таки ну пиздеж это что-то очень жестко по моему это очень жестко или ух ребята модераторы пожалуйста запустите prediction правда это или неправда лир как как ты вообще считаешь когда я не знаю вообще он когда рассказывал я думала что скажите я приготовил покушать в итоге отравились турнир я не знаю ну в целом просто очень какая-то странная ситуация но учитывая что мы живем в россии то это вообще вполне может произойти такое ну вполне резонно я тебя перебью крупный турнир в стока на стука в скобе уже несложно похоже это человек из пскова просто ну призовые там же не только за первое место там разделе разделяются там на все видимо какие-то спонсоры были у турнира на все возможно хотя какой-то год был зарплату уже все отдали короче хватит душить псков ребята так сразу и так prediction у нас закрыт prediction закрыт люди высказали как они думают и илья прямо сейчас можешь огласить свой ответ и сказать продолжение этой замечательной истории на самом деле да это так и есть мы ездили на гигагеймс это был турнир по-моему от 50 до 100 тысяч рублей какой призовик такой был ну то есть может быть не 100 тысяч может 75 но сам факт а вот это было да реально псков мы поехали кстати город мне не очень понравился вообще то есть один сбербанк на не знаю там на 100 километров просто ужас какой-то в городе постоянно пахло выпечкой просто ну вот реально поверь когда ты там побудешь вот пять дней ты уже от этой выпечки уже ну просто ужас в чем суть мы реально с ребятами мы реально с ребятами сняли квартиру я реально приготовил покушать все поели все было хорошо и не проиграли не отравились мы проиграли турнир первый же день когда приехали псков то бишь мы сняли квартиру на три дня и нам приходилось четыре дня в этом пскове ну типа как-то там тревелить и походить двигаться по городу смотри да с примечательность которых вроде как там особо и нет но это не суть а в любом случае так понимаю там рядом находится эстония латвии типа если у тебя есть что загранвиза ты можете по туда съебаться там вот но в любом случае это реально так чел приходил к нам долбился в дверь прям с каким-то грубейшим голосом какая-то рама там за дверью стояла и он долбился нам все три дня когда отдайте свой металлолом в том-то и дело что мы не понимали что за квартиру мы сняли ну типа вдруг там раньше жили ну понимаете сами кто и как бы фиг его знает и один момент когда мы сидели с ребятами вечером в квартире мы вообще не шумели ничего такого не делали он реально пришел и выключил полностью электричество в доме у нас парень пока мы дозванивались ночью до значит электростанции до людей которые работают там в энергосбытие человек просто минус полторы тысячи на балансе роуминг да роумингу привет парень в тильте сидит говорит я и так проиграл турнир еще все бабки слил так еще и все бабки на телефоне слил минус шоу и по итогу нам включили свет приехал мастер электрик и потом мы только поняли что но это вообще типу пиздец да так же правда блин это очень жестко вот такая пояска запомнил надолго история или фанда разлетает честные в туре не очень не вру никогда блин ну это это очень круто ребят спасибо за полу ребята так ну что мы с вами переходим к одиннадцатому вопросу суммы уже не детские сейчас музыку меня проиграют твоя шесть тысяч рублей на кону и вопрос следующий какое растение существует на самом деле лох английский буква а б лох чилийский с лох русский и д лох индийский я жду ваших рассуждений мне кажется сейчас самое время брать я думаю я точно думаю что лох русский это вообще бред какой-то русский пишут да лох английский не растение овощ там что-то тоже растение конечно лох ты чашки тоже неплохо лох английский в целом как вот это сорт чая но я думаю что это все-таки растение какое-то которую даже что-то с экзотикой связано это я думаю что это что-то острое а острые это либо чили либо индия вы можете взять 50 на 50 можете взять любую подсказку друзья вы еще не стратим ни одной подсказки уже она и даст я уверен что либо не даст ничего чат я не уверен что шарит за лохов индийских как раз таки чат и шарит за лохов мне кажется я не знаю тебя никто не путешествовал по индии чили из бывших или вообще из друзей вот нет нет стопроцент за ричат опять и грузии клиника извиняюсь просто если бы это можно было есть это какой-то может быть ингредиенты съедобные может быть у меня кто-то из поваров вы знали то есть повара шагом и как можно позвонить ну они в днепре чуть дороговато звонить написать может а вот запу я бы у чата спрашивал если честно типа если обосрутся то хорошо и так выбирайте подсказку не насрать штаны очень важно прошу модератором запустить голосование для подсказка у нас срабатывает срабатывает подсказка помощь чата мы ее с вами убираем убираем и прямо сейчас запускается голосование ну а как вы сами честно говоря что модератор запустите голосование но тут объективно либо чилийский либо индийский русский английский отпадают лично не знаю насчет английского я правда не знаю что это но я ну чё-то может быть лох ну либо чили либо иди потому что это более экзотическое наверное вот я об этом и говорю что я не думаю что и такое название будет какой-то дефолтный типа странный там я уже вижу как голосует у нас чат ребята все голосуйте помощь всех нужно пока что мнение на самом деле разделяются между буквой c и буквой d все-таки думает лох русский чат не нужно выбирать нужно выбрать правильный ответ мы все и так это прекрасно знаем кто здесь кто ну блин на самом деле я вижу уже принципе можно подводить какой-никакой ток большинство чата думает что это ответ d ваше мнение прислушаться к чату а или же решать самим ну давай прислушаемся чуть-чуть у нас на обучение будет просить ну конечно конечно это на самом деле это одиннадцатый сложный вопрос вы выбираете ответ да пусть куда мы чат уверен хорошо час вы легенды вы легенды чат это все вам все вам и благодаря вам поэтому да это совершенно верно приносит вам правильный ответ на этот самый одиннадцатый вопрос и мы медленно но верно переходим почти что к финалу уже 6000 рублей у вас кармане вы можете просто взять сейчас и уйти естественно с этой суммой и отправить до и по ты давай а хочет просто меньше денег потратить он рассчитывал на разрушает 300 вложит короче 200 рубляч это семерик уже так ладно вопрос номер 12 у вас уже нет одной подсказки и мы переходим следующего кого нет среди смешариков медведя легко коня там нюша бараш и медведь копатыч и кони крош был там крош еще буду крош это заяц ты перепутал вопросы да ладно ты откуда брал эти вопросы из самых других вопросов это должно было быть не двенадцатый вопрос это да это наверное первый все таки был вопрос и это совершенно верно легенда легендарный выпуск нашего шоу когда почитать лох русский да реально лох русский друзья вернемся к предыдущему вопросу выиграл о спонсор стрима 100 рублей пассиво да как раз еще 7 купаешь окупаешь пятый вопрос я надеюсь нет я надеюсь следующая команда не дойдет до 12 вопроса мы переходим в свой ух ты 3000 рублей спасибо чатерса по нитке катя вы должны были бороться со злом стримера если они примкнуть к ним подсказать давайте хоть следующий саджи быть то в каждом городе есть приюты для животных вы можете просто до приехать погладить коза так собачек и привести им там вкусняшки или просто помочь денежкой потому что они там ну не очень хорошо живут и не власти города к сожалению не помогают приютом зачастую вот к сожалению это правда ребят поэтому да еще тельтанова ёбаный свет уважайте уважайте наших братьев младших меньших поэтому ой спасибо огромное еще раз за ваши донаты за 1000 рублей которые сейчас отправили и за все предыдущие мы обязательно все отправим и все кстати ребята пруфы в моем телеграм-канале пропиарились за этот счет но это низко но как-то надо вам показать вот поэтому ребята мы незамедлительно переходим к тринадцатому вопросу тринадцатому вопросу и вопрос следующий какая из звезд находится ближе всего к нашей солнечной системе я знаю не надо не надо ты не знаю который просто по звездам сохнет просто готова она каждый день сидит рассматривает их просто через телескоп у меня есть легенда блока вообще просто пиздец товара звездочет просто я не знаю минут и набрать так хорошо его ответ а просима центавра б альфа центравно целуман 16 д звезда бернарда ребята вы выбираете подсказку звонок другу или звонок бывший это не понял нет нет не будешь будучи бывший как пелась в одной прекрасной песне конечно вы выбираете подсказку звонок другу ладно как позвонить то ёбаный свет ладно включаешь на громкую и мы не можете позвонить еще пулять не номера че-то черчок нет короче ладно дайте пожалуйста номер свой не пишите свои номера только чтобы вам илья не звонил не ребят я могу записать номерочек но все 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 в директ в инстаграме особенно если вам больше 17 у него нет номера как мы сейчас оформимся не переживай уже придется кому-то звонить подсказка уже страшно как бы как бы это дело все времени а можно позвонить бля как легко я только что стреляну номерок у этого человека такой байт ладно что он писал ждем подожди ты звонишь да я сказал что я хочу 100000 дать человеку и нужно а вот да здравствуйте здрасте кристина я знаю что вот мы мы с вами знакомы я знаю что очень любите по звездам сохнуть вот значит я попал одну невибическую игру вот сейчас 8000 на кону ради котят собак змеи лягушат и всего остального короче вопрос просто очень важный какая и звезд находится ближе всего к нашей солнечной системе блять я был близок значит значит смотрите проксима центавра альфа центавра луман 16 и звезда бернарда возьмите пожалуйста телескоп и боните вот в тройном зуме и посмотрите что там ближе он находится у нас минута быстрее илья багреев есть есть такой вариант ответа звезда звезда к солнечной системе находится илья багреев нет нет такого пожалуйста что-нибудь еще я нашелся с 10 секунд 9 это оксима центавра все все мадам спасибо вам огромное спасибо рассчитаемся потом спасибо большое все это за другу сказал сказал а прекрасно дамы сохнет по звездам и вы одна из них как я понял илья и так проксима центавра вы прислушаетесь к этому от сто процентов человек просто читают у меня два варианта либо проксима либо альфа поэтому если девушка знает то я даже соглашу этой девушке можно доверять или я в ее я в общем чат думает что альфа ну чат мы уже не можем спросить поэтому у нас вот есть ответ у нас есть еще шанс прогореть один раз безнаказанно поэтому если не проксима то альф то но отвечаем хорошо ладно если она меня подведет ей вообще пизда но к счастью для нее она вас не все легенды меня двойной двойной макчиз подавайте моим деньгами то не распоряжайтесь конечно понимаешь что я добрая душа так ну чисто на носик чуть-чуть двойной кам хорошо я надеюсь там будет 2 плюс 2 какой-нибудь поехали 14 вопрос что коллиционирует филуминисты поехали поехали друзья поехали точно не кроссовки марки пичечные коробки монеты и кроссовки а кто коллекционирует кроссовки ли я думаю тоже не филуминисты что это такое определенно кто-то богатый человек фандер подглядывают спрашивают перекупщики коллекционер филуминисты вы видели сколько языки стоит это надо быть богатым человеком блять зацените мои топули ёбнись вообще носки брат зачет я тебе отправлю у меня таких много привезут на смотри марки монеты спичечные коробки я не помню как называются люди которые коллекционируют монеты но чё-то было в как я встретил вашу маму там коррекционировал монеты но это по-моему не филуминистов этого слова я вообще не слышала но и точно не марка мне кажется 50 на 50 я напоминаю но бывший позвоню она вообще потеряется на блять его суши у министов вообще охуели на жизнь что такое можем рискнуть то не брат ты давай-то мне можно таки бывшим не ну и он тоже не знаю что я бывший позвоню а уточняют но мы с ней вместе жили она мне готовила и считаю что это вполне здравые отношения были конечно когда готовят латонические любовь хорошо к зене за тобой убирают можно зачитывать лично только ну ладно итак что вы выбираете ну ну блять не точно не кроссовки ну точно не давай отсеиваем вариант д не кроссовки у вас есть три варианта а.б.с. марки спичечные коробки монеты ну марки достаточно популярны и я и вы ты бы точно бы на слуху понимала что филуминист это люди которые коллекционируют марки но если типа брать и ты знаешь каких людей которые коллекционируют марки я знаю но я бы знал бы если бы точно часто марки часто коллекционируют монеты тоже очень много кто коллекционирует может быть это они есть откуда вообще пошло слово филуминист и может его как-то ну да отмена отмена и у исты кто может быть истами может быть аисты кого принесли аисты в чате есть такие красоты есть так у нас получается 50 50 звонок и право на ошибку вижу вижу кого принесли нормально я даже не знаю кому позвонить давай будем рисковать справа на ошибку попробуй давай смотри объективно я уверен что если бы это были бы марки это по-любому у нас был бы на слуху то же самое наверное с монетами насчет кроссовок если бы если не спичечные коробки то монеты окей орки на 50 тогда не отдавай пуху давай давай корресе есть главное правило запомни первый кол не переколивается вот у нас заколи вопроса и 3 шанса еще и так вы выбираете подсказку 50 на пися и и варианты ответы которые у вас остаются это c и b потому что я не убрал просто я не сделал спасибо мастер фотошопа какие эффекты ты специально это сделал когда мы решили либо монеты либо спичечные коробки а ты не надо было говорить не надо было говорить ц и b у вас остаются у нас есть право на ошибку нас есть право на ошибку сюда поехали сколько ведущему жалко тратить деньги на благотворительность лишний косарик то задонатили косарь и так уже купил не душите ведущего давай попробуем давай короче б если что право будет просили передать ответ c монеты нет что не сказали бы давай давай хорошо нет я подумал c а сейчас м правильная будет да все это давай да пофиг давай здесь 14 вопрос вы выбираете вариант ответа b спичечные коробки да как вы думаете ну вы вы начали правильно рассуждать типа давайте разберем спичечные коробки монеты ладно у меня нет подводки к этому вопросу поэтому взял листок чтобы показаться умным типа с английского означает короб да совершенно верно и мы переходим к пятнадцатому вопросу как вы думаете что будет пятнадцатом вопросе что будет пятнадцатом вопросе и вы уже вы уже у вас больше одна подсказка осталось только звонок бывшему 15 вопрос самый сложный на десять тысяч рублей и право на ошибку и право на ошибку это я буду тоже не зла и про звонок тоже не забудь про звонок ни в коем случае вы готовы думаю будет химия потому что я вообще не знаю давайте мы быстренько включим небольшого такую заставочку перед этим вопросом так тут у да вы не слышите но все слышат кайфую там ту-ду-ду-ду-ду и так пятнадцатый вопрос самый сложный вопрос на сегодня 2 плюс 2 чему равно ответ а 4 8 10 серьезно ты реально типа думал что блять до 15 реально вот серьезно ну если бы было дважды 2 так выбирайте ответ ответ б я услышал это неверный ответ к сожалению не постанова осуждаю не равняется пяти у вас сгорело право на ошибку давай не искаем ответ c нет это неверный ответ и вы я так и не позвонил бывший алло в друге все деньги у вас не сгораемая сумма 3000 рублей спасибо огромное что посетили нашу программу ребята всем пока вот так вот у нас ладно ребята вы молодцы вы прошли все 15 вопросов да это не скам последний вопрос на 10 тысяч рублей это 2 плюс 2 все мы знаем то что это равняется 4 прекрасно мы это понимаем и вы выиграли эту игру я охуел я не ожидал ладно вы молодцы нет я действительно удивился я вообще ну тип удивился ни в коем случае не думайте что мне там жалко денег для творительного фонда и я как раз таки возвращаюсь к этому попрошу озвучить вас куда вы бы хотели направить эти деньги ну я не знаю давайте а можно выбрать давайте одни московскому приюту а псковскому приюту для животных сков не зря я ездил к вам прыгался деньги у меня чуть-то мне не затрахали в этой квартире вот смотрите я знаю точно что есть я жила в ставрополе очень много помогала приюту лучший друг ставрополе и там была и оттуда животное брала собственно и там я точно знаю что деньги не пойдут куда-то в другое русло и в принципе не за скамят короче у них там все будет нормально но если может быть у вас какие-то есть пожелания я не знаю на самом деле я вот местные приюты просто не знаю я помню что аляша проводила благотворительный стрим для животных которые ограниченные то есть не просто животные а именно инвалиды животные которые уже не могут ходить там или там без ножек без глазок есть такой приют еще в москве я в принципе могу посмотреть на старых благотворительных стримах у аляши и да вот это прикольно кстати обязательно скиньте мне тогда после шоу мы с вами за я тебе скину название созвонимся вы мне скажете я обязательно отправлю деньги опять же скину все в телеграм-канал а можно вот фонд помощи это составитель вопросов еще тоже подкинуть пару шекелей я наверно я понимаю почему степ так потому что когда он например когда он меня звал на шо игры я тупая я тебе ни на что не отвечу пожалуйста а есть вопросы из народа ну типа ну вот такие то есть я ну он видимо подумал что мы вообще совсем тугодумы и ничего вообще не знаю мы не можем вот плюс нам подфортила со смешариками мне кажется смешарики вы вывезли но это вообще пиздец типа слишком мне кажется ну да вот и ну я думала начнется уже с десятого вопроса что-то реально такое прям сложное но про звезду клёвый вопрос был вот видишь как вам понравилось в целом расскажите крист и легенда очень сильно потому что нам и чат помог и девочка помогла и как бы тут где-то интуиция была в основном у ильи потому что я нихрена вообще ничего не делала так чисто рядом посидела на это чисто пальцем в небо как бы так что ну интуиция тоже имеет место быть но не зря у тебя такая прическа конечно это волосы в небо понимаешь космоса из космоса антенны антенны да да как фильм был по-моему что-то инопришелец или как помнишь вот у него антенна была нет но это уж ты у тебя свой какой-то там фильм инопришеленец так ладно ну что значит спасибо огромное было спасибо большое очень интересно я давно таких интерактивов не участвовал время когда я сижу играю это круто ребята тогда мне попался хороший тиммейт и вывез просто все спасибо не вообще-то это мне повезло я не знаю ладно давайте разойдемся на то что спасибо спасибо чату спасибо чату крист и легенда ведущий просто ну просто французский персик да ребята я кстати напоминаю то что мы не расходим потому что у нас сейчас следующая пара игроков будет также прекрасные вопросы удачи им да пожелаете можете в чате им помогать как раз таки это будет очень классно а мы медленно но верно переходим на быстренькую рекламную паузу и прощаемся с нашими дорогими участниками у нас были лера романова и илья фандер в гостях друзья им аплодисменты сердечки и все все удачи любим вас целуем обнимаем целуем бобик кайф выиграли игру я чё-то вообще заболел ладно ты реально сколько хотел чат здорово чат мы вас любим заебал ты выключишь сегодня что-нибудь уже нет об стакан ударил за вас бутылочку актива выиграл я гений маркетинга все обнял тоже приподнял это мой трек может не самый лучший но прикольно обязательно слушайте на всех площадках я люблю монеты как краски пластик и пластик дейси тати просит хватит но мне мало фил аномалий багарти в бокале но это все только детали я не верю в сказки снег не тает на столе встать читаю на диване в полной темноте троп легенда далеко не манекен сделал все сам мы мы все ну что друзья мы медленно но верно переходим к нашей следующей паре игроков и вот они а что это такое а демонстрацию забыл включить вот они эти прекрасные замечательные люди сверху слева направо bts вот сверху у нас чонг хук слева джин ху вот ладно слева сверху у нас замечательная нойра море наша госпожа вы все ее прекрасно знаете и любите госпожа госпожа не будем забывать это и также замечательный и прекрасный джои я специально приготовил эту ставочку для него красивый мужчина это специальная ставочка для джои вот так мы его встречаем я в трусах да можешь показать прямо сейчас тогда не надо так если что я и так вы конечно же посмотрели нашу первую часть как вы вообще вы как смотрите на это расскажите вообще как у вас дела как настроение готовы ли вы заряжены мне кажется что после таких вопросов ребятам нам просто будет жопа мне кажется что у них это вот ну вот ты прям ну попалай тут прошелся мне страшно что осталось у вас конечно у вас тут расскажите теорему фирма там да 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 вот я думаю что сейчас ты нас просто прям опозоришь серьезно я на самом деле сидел почему-то вот вспомнил годы когда в универе учился прям нервяк какой тут на что вроде смотришь вроде вопросы несложные а может залететь какая-нибудь рандомная там про звезды и ты такой типа а крис то у тебя нет никому как фондору не позвонишь то да и все ну ладно мы не будем с вами долго томить первые вопросы у нас легенькие я думаю вы с ними справитесь на раз-два но надеюсь вы остановитесь на вопросе третьем как раз я напоминаю также вам правило у вас есть четыре подсказки звонок другу 50 на 50 помощь чата и звонок бывший чат опять же напрягаемся помогаем нашей паре игроков вот и напоминаю вам то что это благотворительный стрим все деньги во-первых задачные а во-вторых выигранные нашими участниками пойдут на благотворительность я надеюсь вы выбрали фон потом его озвучьте обязательно а мы переходим к первому вопросу первый вопрос звучит так как называется давайте нет давайте песню люблю вот это вот моя любимая просто я себе на телефон поставлю вы вот тоже я слышу ну что первый вопрос как называется подвижный холм песка в пустыне а дюна б утес с холл д гора ну типа это вроде откуда прыгают правильно это вроде непростая но я тоже думаю что точно дюна сто процентов дюна и подвижный подвижный холм подожди ну да давай погнали пофигу короче все таки последнее ваше решение это а дюна правильно это совершенно верно а дюна и вы уже заработали 10 рублей сюда 10 так ладно и мы с вами переходим к следующему вопросу вопрос номер два как называется помещение на судне где живут матросы на келья б кабинет с квартира кубрик кто местами перепутался кто-то 12 это 12 вопрос из прошлой до 12 вопрос из прошлой среди нас есть пираты или моряки я пират я степ дикобраз забыла ясно с 3 раз этой скорее всего это не кабинет правильно это где преподы сидят обычно вот это кабинет но скорее сюда квартира не думаю что они назвали бы на корабле что-то квартиры бы напоминала им о доме и наверное они бы не хотели чтобы что-то напоминало о доме да то есть я думаю это либо а либо д но кубрик ну это же фамилия правильно это вообще режиссер да то есть это какова вероятность что фамилия режиссера совпала с словом которым матросы обозначают помещение короче пусть будет мне кажется келья просто ну просто я не думаю что это квартира и кабинет а кубрик это фамилия ну то есть какой шанс а прикинь это кабинет сейчас будет ну пойдем ну все значит передадим у вас есть право на ошибку одно не забывайте передадим 10 рублей в приют и разойдемся спасибо за холл спасибо за холл ребята я всех вижу да да нормально будет 10 хватит хотя бы да нет на самом деле надо бы максимум выжить ну ладно давай давай пофиг нормально нормально подожди сейчас нормально было вот так вот так лучше стало так вроде лучше так ладно короче я согласна у нас есть ошибка давай попробуем это килья подожди подожди килья или кукой мне кажется килья не подлоги сейчас давайте попробуем мы можем перезайти например давайте попробуем поменять сервер сейчас секунду попробую да вы пока можете рассказать какую-нибудь замечательную интересную историю а я думал просто комнату поменять так ну кстати да мы могли бы перейти в другую комнату что лучше стало по моему стало хуже так просто в дискорде вроде тоже давайте давайте я лучше зайду в одну и или лучше вы перезаходите сейчас стрим степ вообще F стримеру а весь стрим упал у меня да а стримы сейчас норм говорят все все хорошо это я зададосил если кто спросит хорошо отлично очень нравится такая ситуация что так что так ну попробуйте быстренько перезайти туда назад стрим ну давай туда назад куда так чатик не читаем напоминаю так стоп я что-то запуталась на месте вы еще еще лучше стало еще хуже стало да ребята все нормально все хорошо все отлично все так и должно быть просто пиксельная какая замечательная что-то да с дискордом верный так да все норм уже как бы это стрима дала не дискорд а да ну ладно а сейчас нормально ну чё-то вы все в кубиках немножечко ладно мы переходим играть в майнкрафт ребята нахуй это шоу но мы идем добываться мы идем добывать алмазы я там в чате пишу дай посмотрите все хорошо пишу джорси дудоси дудоси картинка призится иногда ну конечно потому что ты подсовываешь вопросы двенадцатого порядка на второй понимаешь это максимально по свински ну честно тебе скажу ну блин свинюшки хорошие кстати подставил я предлагаю нам вместо двадцати двести разыграть за этот вопрос как бы ну хорошо а потом на тридцать обратно вернуться да все договорились семь тысяч семь тысяч семь тысяч мы собираем это двенадцатый это двенадцатый это двенадцатый ну хорошо ну возможно да я просто может мы что-нибудь тебе про смешариков расскажем просто и все я надпу всех смешаю по пиздец разрыв блядь разрыв разрывная поехали ладно давай кельян мне кажется звучит по матросски вы уверены что нет после твоих слов уже нет здравствуйте не уверена да все таки тогда ну может быть и кубик ответ c да нет точно не c точно не c слушай по ходу по ходу он намекает что это не а он просто не хочет чтобы мы опозуились давай d давай давай просто кабинет выберем и уже нормально не не точно не кабинет точно не кабинет точно не квартиры заливали по d смотри он не хочет чтобы мы отвечали годы и пикня это кубик блядь ну как так нет да он просто подставляет это блев он это блев слушай я таких позеров издалека чувствую вот это позерство сейчас было это d блядь ну совершенно верно ответ d правильный ответ d блин красавчик считай ну сразу человек мафию играет профессионально ну так потому что зачем такие пм это ну очевидно что ты не хочешь чтобы на втором вопросе осыпались ну учитывая что там ребята 10 тысяч выиграли до нас там будет контрастно слишком мы должны марку держать хотя бы хорошо молодец вообще вычислил спасибо все я свою работу сделал смотри дальше ты играешь все хорошо давай сейчас такой раскинул ножки достал вообще сижу хилю так ладно мы переходим к третьему вопросу друзья быстро летим с вами третий вопрос сколько цветов у радуги такой вопрос вас устраивает брата ну ну вообще семь ну как бы с позиции с позиции славянина православного вот каждый охотник желает знать где сидит фазан вот с детства семь наш ответ семь а батя что про славянина ну смотри с позиции славянина да православного семь да вот каждый охотник желаем с позиции не славянина там вроде бы у них шесть но давай пикнем семь ты же ты же славянин правильно я да все значит семь правильно ответ окончательно правильно совершенно верно совершенно верно просто ребята плывут по течению и фигачат как только можно надо было все таки валить вас на втором я напоминаю то что у вас четвертый вопрос забыл переместить плашечку на третий но неважно у вас уже 30 рублей в копилочке вашей просто ну капнул свинюшку и мы переходим к четвертому вопросу на 50 рублей 50 50 50 мы готовы вы готовы итак а чат готов чат здарова эрмак здравствуйте ребята всем всем привет всех приветствую поехали четвертый вопрос в каком городе жили незнайка и его друзья а? а? слушай ну точно не по изумрудам это другая история изумрудный город это там да изумрудный город это другое а степногорск это что то мемное степногорск мемное или волшебный я думаю это цветочный там потому что у них везде цветы росли я просто подожди я не помню чтоб там у них вообще магия была вот вы вселенной не знаете там разве была у них магия степногорска таковая талер не уверен что там в принципе есть понятие волшебный город ну да волшебный город есть они там на ракете куда то летали ну на луну насколько помню то есть вряд ли там что то эта магия когда обосновывалась наверное цветочный город все будет ну да я думаю у вас есть подсказки не не пока рано пока рано пока рано слишком ну вот цветочный пикнем мне кажется ну ну понятно волшебный ну да там точно не на волшебстве все было завязано волшебный город то есть очень странное название для такого сеттинга где нет волшебства хорошо цветочный я принимаю ответ да ты точный ответ да принял не томи пожалуйста спасибо 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 я уже думаю господи неужели вы ошиблись как иначе друзья да вообще фигня ну пока что легко идет да но мы сейчас переходим с вами ребята к не сгораем я тебе честно скажу ну это правда я тоже так подумал я тоже так подумал ну слушай если мы с этим справились то мы остальные там вообще как семечки будем щелкать да я тоже так думаю поэтому мы с вами переходим к пятому вопросу и это первая не сгораемая сумма 100 рублей 100 рублей мы с вами просто заряжаемся заряжаемся и смотрим на 50 hombre вопрос где находятся самые высокие горы в мире А. Австралия Б. Европа С. Азия Д. Южная Америка Я л bene А вы чат ребята чат заряжаемся чё то слушай Ну, смотри, вроде бы это точно не Австралия, потому что в Австралии это вообще не относится к миру, да, к основному. Австралия где-то там далеко, там точно нет ничего подобного. Я думаю, либо Южная Америка, либо Азия. А, еще, ну, Европа тоже, в Европе тоже может быть, наверное. Самые высокие. А в Европе, если в Европе, то где, подожди. У меня по географии ноль, вот, ну, без шуток, вообще ноль. То есть я очень плохо понимаю ее, у меня топографический кретинизм. У меня тоже. Отличные вопросы прям для нас. Спасибо, ведущий. Шикарно, ребята, я старался, я старался. Я, потому что географию, я ультра слабый в географии. Я вот начал недавно. А, ты говорил специально тебе вопрос по географии, я помню. Я начал недавно в Геогейсер шпилить, ну, так, знаешь, чисто для себя. И там вроде можно как-то примерно понять, там, по вывескам, по людям, как-то, примерно, где ты находишься. Вот, когда начинается вот это, где самые высокие горы? У вас есть подсказки, у вас есть подсказки, пятый вопрос, он, в принципе, сложный. Ребята, модератор, спиньте, пожалуйста, ссылки на Каю и Джози. Давай начнем с того, что самая высокая гора, это же, ну, Эверес, если я правильно понимаю, это самая высокая гора. Ну, я так понимаю, там какая-то цепь именно горная, да, раз это вопрос, самые высокие горы. Возможно. Но тебе нужно узнать, где Эверес находится. Гуглить нельзя, я так понимаю. Нет. А, гуглить, конечно, можно, ребята, блядь, ребят, у нас все телефоны, но сюда. Чё, предыдущие не гуглили, что ли? Блин, я слышала, что люди пока идут, и, короче, до Эвереста вообще умирают, ну, типа, там... Да вы топлиса смотрела в последний выпуск? Нет, я не смотрела. Да, топлиса в последний выпуск, их там тела и оставляют. Типа их оттуда, потому что невозможно вытащить, это слишком сложно. Так, ну и что, и чё, и где это у нас? И где это на... Я без куполя, смотри. Может, мы тогда... Так, звонок... Подсказок. Есть? Блин, о. Так, ну, я не знаю, может быть, мы у чата узнаем? Чат успеется в гуглить в это время? Можно спросить у чата, я честно без дупля, абсолютно. Давайте, давай, да, мы, наверное, господин ведущий, мы спросим у чата, где же все-таки находится Эверест. Спросить у чата. Да, да, я... У меня ноль идеи, все что угодно можно. Вопрос к чату. Хотите киску покажу пока? Покажи киску обязательно. Кая сейчас вам покажет киску, а я пока что напишу ребятам в чате. Быстренько составлю. Так, что я пишу, что я пишу? Секунду, А, В, В, С. А можешь еще киску показать? Все, ребята, опрос запущен и подсказка помощи чата из, блядь, саундпад использована. Пока что идет опрос, а вы вообще, как думаете, вот что бы вы ответили, если бы не было подсказки помощь чата? Слушай, я бы просто пикнула Европу, потому что мне кажется, что она очень большая, и наверняка там есть что-то типа Эвереста. Но я думаю, что это неправильный ответ. Думаете, это неправильный ответ. Так, чат, опрос запущен, можете прямо сейчас голосовать. Почему-то два опроса запущено, ну ладно. Опрос завершен, да. Сейчас новый опрос появился, ребята, голосуйте. Степ, привет, здорово, Гатси. Так, Европа. Джози, а ты бы что ответил? Ну, я бы сказал, что это Азия, не знаю, мне кажется, это... А почему вы так отмели Австралию и Южную Америку? Ну, Австралия, потому что... Ну, в России нет, наверное, там бордаки. Нет, там наверняка есть горы, но они явно не самые высокие. Чем выше горы, тем ниже приоры. Помните такое, да? Это правда. Соответственно, соответственно, где... Южная Америка, получается. Получается, блядь, да, да, и это совершенно верно, правильный ответ. Южная Америка... Я же чуму. Да? Нет. Ты что, обманываешь? Наверное, я не знаю. Чат говорит, что правильный ответ С, большинство чата. Кто-то еще думает, что А это В. С Азия. Ну, вот слушай, да, Джози тоже, ты же сказал, что С... Ну, вот С Азия, да. Я доверюсь вам, да. Итак, вы выбираете ответ С. Вы уверены? С. Да, окончательно. Окончательно и без поворотно. Что я хочу вам сказать? Давай, начнем. Что, неправильно? Сейчас. Азия. Да. Это... Правильный ответ. И сейчас я вам скажу. Хребет Малангур Химар. В него входят четыре самые высокие в мире горы. Джамалунгма, Лхудзе, Макалау и Чо Йоу. А, подожди. Чо Йоу. А, Эверест. А, Эверест. Это Эверест. А, все. Это же его другое название. Ну, да. Это я помню с уроков географии. А где это? Чат, вы огромные молодцы, что помогаете. Чат, спасибо огромное. Спасибо. Это мвп. Мвп чат, реально. Сегодня чат, действительно, мвп. Эм, блин, что? Итак, друзья, а сейчас у нас будет интерактив. Вы готовы, ребят? Вы готовились, сто процентов. И сегодня, уважаемый Джози, на наш пятый вопрос. Я начну. Приготовил нам шикарнейшую историю. И чату нужно будет определить, было это по-настоящему или нет. Вопросы какие-то сложные, вообще Лера пишет, но мне ответили. Вопросы, они не то, что сложные, они ёбнутые. Это по-настоящему. Не хочу ничего плохого сказать, но высоты, смешариков я знаю. Вот я сам сделаю вопрос. Смешариков ты знаю. Да, а вот где самые высокие горы, это очень тяжело. Хорошо. Прошу тебя сейчас озвучить твою замечательную историю, чтобы... Да, да, да. Я постараюсь покороче, я постараюсь покороче, чтобы мы затягивали четверное время. Да, можешь покороче, можешь дать фантазию, если это неправда, можешь сказать правду. Нет, никаких фантазий вообще. Мы же на первом канале, правильно? Естественно. Маленькая предыстория. Значит, я начал играть в мафию в 2014 году. Где-то в 2016-м я начал работать именно активно, зарабатывать этим деньги. Пошёл работать ведущим в мафии. Ну, типа оффлайн-клубы, знаете. И вот наш клуб, он играл на Маяковской. Там гостиница Пекин. Вот. И как-то раз весной на то приезжаю. И там же, ну, помещение не под мафию. Там чисто первый этаж был отведён под ресторан, да. И там ещё есть маленький такой концертный, подконцертное такое помещение, где ребята шпилили джазовую музыку. И, в общем, как-то раз я, значит, приехал работать, и игроков почти не было, поэтому мои услуги были не нужны. Я сел просто поиграть. И три игры подряд меня убивали в первую ночь. И я с этого очень сильно тельтанул. И тельтанул даже не столько с этого, сколько с того, что моя, так сказать, тянучка, ну, уже бывшая, очевидно, тянучка после этой ситуации, она надо мной зарофлила, как мразь. Вот прям максимально зарофлила. Все меня, значит, пожалели, сказали, ну, типа, это некрасиво, это по-свински. А она надо мной зарофлила. Я, короче, тельтанул и пошел на улицу, там курилка была такая, покурить. Ну, чисто я обычно не курю, но когда, типа, стресс и хочется закурить, курю. И я, в общем, сижу, а у меня не советуем, осуждаем курение, сам не курю. Вот, но иногда можно. И, короче, я сижу, а у меня глаза краснючие, потому что я до этого почти не спал, а это все происходило ночью, иначе глаза краснючие. Так, краснючие глаза уже страшно. И для меня, обычные сигареты курил, если что, обычные. И для меня доходят два челика, ну, нерусских, так сказать, и они, в общем, с таким, знаешь, быдломанерой, говорят такие, типа, слышь, ну, наркоту нам продай. Ну, видим, у тебя по глазам видно, что у тебя наркотики есть, типа, продай нам наркотики, брат. А я стою, что-то без дупря, думаю, нет, нет, типа, отъебитесь от меня, вообще кто-то, я не продаю, я ничего, типа, отстаньте. Они начинают немножко так, ну, зажимать. Вот, я, короче, типа, начинаю чуть-чуть отходить, и тут внезапно подходит Миша Голустян вместе со своей женщиной, они стояли на выходе, они в этот вечер приехали слушать джазовые концерты, и они выходят, и он, короче, такой, типа, так, отошли, типа, не мешайте, этот чел со мной. Вот, и, короче, они, типа, съебались, мы с ним просто, типа, я говорю, спасибо большое, Михаил, там, ля-ля-та-паля, и они, короче, ушли, уехали. Вот, и мне это, короче, так сильно настрой подняло, что я, ну, на плюс моральчик, на позитиве вернулся и продолжил, типа, играть, все нормально, совсем помирился. Вот, очень прикольно получилось. К сожалению, не сфоткался, потому что, ну, что-то как в ситуации, да, там, в стрессе, что-то не до этого. Ну, конечно, что-то, да, не до этого. Да, да, и такой, мол, типа, да. И вернулся работать. Блин, жёстко. Блин, чё, молодец. Прогноз запущен, вы прямо сейчас можете решать, правда это или нет. Я прошу потом, Модоров, загрешить этот предикшн. Кая, ты как думаешь, правда это или нет? Да, конечно, правда. Николай Гласян и в жизни кунг-фу-панда, ну, скорее всего. Ну, очень милый, очень милый. Он ещё в такой кожанке, типа, был, знаешь, как у папи ещё примерно, прям такая... Очень приятный чел. Ну, блин, сейчас поймём, что думает чат. Пока что у нас 1200 баллов на да и 645 на нет. И буквально через пару секунд мы узнаем, так это или нет на самом деле. Всё, предикшн завершён. Джози, ты можешь говорить ответ. Да. Это история пиздёж. Чёрт! Не было такого. Сюда! Жёсткость! Офигеть! Плюс баллы? Плюс баллы, получается. А как было на самом деле? И вообще не было такого? Не было. Вообще? Не, ну я работал в мафии, но частично, правда. Ты так правдоподобно это сказал. Чё? А бывают такие истории, типа, неправда? Что, блядь? Нифига себе, блядь. Это очень жёстко. Тебе нужна приписка актёра, не мне после этого. Блин, ну это круто, реально. Что-то мало в этот раз. Да, что-то мало вы ставите. Ребята, активнее в чатике. Все активнее, активнее активизируемся. Опять у нас слагает твич немножечко сегодня. Ребята, некоторые не могут писать в чатике, но я всех вижу, всех вижу, читаю нашу беседку. Всё хорошо, всё отлично. Мы с вами продолжаем. Итак, пятый вопрос. Вы прошли. Вы прошли успешно. Найс. Найс. Джузи, я вообще не ожидала. И этот человек хочет жертвовать деньги. Ну да, да чёрт. Это, это прям, я поверила искренне, думаю, ничего себе. А я старался. Блин, очень круто. С момента тянучки понял, что пиздёшь. Так, отлично. Итак, шестой вопрос, дамы и господа, на ваших экранах. Кто из нижеперечисленных музыканта стал самым прослушаемым в 2020 году? Ответ. Мияги и Энди Панда. Б. Скриптонит. С. Элджей. Д. Моргенштерн. Морген кто? Штерн. Как вы думаете? Блин, хорошо. Вижу на ваших лицах что-то непонятное. Не, ну я как минимум, я плюс-минус понимаю, кто все эти люди. Так, ну поверхностно. Но Моргенштерн вроде на хайпе сейчас, правильно? И сейчас, я так понимаю, последний, вот как раз 2020-2021, я так понимаю, человек на максимальном уровне. В СНГ, да. Уменьте в виду в СНГ. Простуши. Тем более в СНГ, да. Просто смотри, мне кажется, вот время, когда там были популяции, популярно, вот это там что-то, Мияги Эншпиль, да, что-то такое вроде было, они там что-то исполняли. Это вроде было пораньше, чем 2020-й. Ну, скажи, у Мияги был новый альбом, причем такой мощный, я вот не помню в каком году, и он, в принципе, мог, ну, теоретически стать самым прослушиваемым. Но я тоже, я тоже думаю, что Моргенштерн, скриптонит, он как бы всегда такой на своей волне, и вряд ли его там... Ну, это что, я сразу, смотрите. Я рассуждаю только с позиции того, о ком я чаще слышу. Вот о всех трех людях, кроме Моргенштерна, ну, не смысл, он не человек, а в смысле, ну, А, Б, И, С, да? А, Б, И, С, я про них слышал регулярно, вот в инфопространстве они существовали, ну, до 2020-го года. То есть я помню, я вот еще в универе учился когда, да, это как раз до 2020-го года. Вот я в то время про них чаще слышал. А сейчас наоборот, сейчас про них я вообще ничего не слышал, а про Моргенштерна постоянно что-то где-то там, про, там, на первом канале какие-то там ток-шоу про него обсуждают, обсасывают, там, еще что-то. Ну, логично, да, логично. Ну, чисто из этой логики, наверное, Моргенштерн. Шаришь апельсинок. Скорее всего. А, и так. Вряд ли сказать-то нет. Ответ D. Пусть будет Моргенштерн. Пусть будет Моргенштерн. Пусть будет Моргенштерн. Пожалуйста. Нет! Нет, это не Моргенштерн. Не я, не я. У вас сгорело право на ошибку. Офигеть. Моргенштерн, верни 200 рублей. За скамил? Ну, я в тельце, но мне в падлы играть, сори. У вас, вы еще не закончили играть в игре. У вас сгорело просто ошибка. Это очень много. Согласен, это очень много. Но сейчас вы можете реабилитироваться и ответить правильно. А как? Просто выбрать кого-то, кроме Моргенштерна правильно. Я бы все-таки тогда выбрала Мияки, но я теперь вообще сомневаюсь во всем. Но точно не ЛДжей. Я от него вообще в чартах его особо не вижу. Вот. Ну, может, я просто плохо смотрю. Но скриптонит, в принципе, я не знаю, когда у него вышел альбом. Я в тельце, и тут на стрим заходит Миша Голустяна, у него подымается настроение. ЛДжей. Лучше в чате. Скриптонит в 2020 году очень много хайпил. Ну, то есть... В 2020 он хайпил? Я думаю... Ну, то есть я о нем узнала в 2020, потому что все прям о нем говорили. Смотрите, у вас есть подсказки, ребята. У вас есть подсказки. Да ты на шестом вопросе на подсказки-то не разводи. Ну, что это? У вас уже на пятом было. Как это? Самые прослушиваемые в 2020. Этот перерыв все-таки он был, и это не Морген, это теперь очевидно. Хорошо, это не Морген, это мы поняли. Ну, да, это уже... А дальше у меня мысли... Ну, я объясняю, что был локдаун, я не помню, что кто... У Мияги была депрессия серьезная, и он, в общем, выпускал вот этот новый альбом. Я не помню, в каком... Значит, не Мияги, получается, да? А может, и Мияги. То есть я думаю, что это точно не ЛДжей. Я тоже думаю, это не ЛДжей. Либо Мияги, либо Скрип. Я молчу. Это кто такой Энди Панда? Это кто вообще? Почему они до этого... Ну, Эншпиль стал Эндипандой. А, это Эншпиль? Да. Я тоже думал, что это разные люди, кстати. До какого-то момента. Я в какой-то момент вообще не... Слушай, я только не так давно узнал, что такое... Попыт. И то, мне об этом рассказали, когда... Все вокруг что-то говорят. Попыт, симпл, димпл. Нет, попыт! Вот это вот, а я думаю, что это... Симпл, димпл. Нет, попыт! Поехали. Я очень сильно отстаю в этих вопросах. Не будем грустно. Поэтому, кто такой Энди Панда, я тоже только сейчас узнал. Блин, на кейс, нам, наверное, стоит взять, либо еще одну какую-то подсказку. А потом, что делать? Звонок бывшему у вас есть. А потом, сосать лапу. Сосать лапу, да. Сосать лапу. Три варианта ответа устаётся. Слушай, может, мы возьмем 50 на 50 просто? Ну и чё? Мы уберёте ЛЖИ. Мияги из трептонита. И такой, о. Блин. Попыт, попы. О, я чё так сложно. Чё так сложно. Кто же музыка? И кто же музыка? Ну, кстати, вот я не эксперт по музыке абсолютно. Это надо было у предыдущих участников. Спрашивать, они явно больше шабят. Мияги и Эншпиль это топ-2, что было на слуху. Ну, вот, на мой вкус. То есть, после Моргенштерна, да. Потому что скриптонита, чтобы он именно был на хайпе, я такого не помню. То есть, какие-то отдельные треки, может быть, участок. Давай Мияги. Давай пусть будет Мияги и Эншпиль. Ответ А. Мияги и Энди Панда. Я правильно вас понял? Ну, если это правильный ответ, то да, мы его выбираем. Хорошо. Мияги и Энди Панда. Брат, а давай, смотри, можно на машину, смотри. Если вот мы ответили неправильно, мы просто скипнем вопрос. Мы, ну, идем. Сразу переходите на следующее. Торги, торги. Право на ошибку, это значит, что мы можем ответить неправильно на один вопрос и скипнуть его. Хорошо. Мне кажется, это будет честно. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Бля, это был скрип? Нет, это был Мияги и Энди Панда. А, ну, я понял, правильно, все, хорошо, ладно. Мияги и Энди Панда. Ну, правда, кстати, ну, типа, когда ошибка, то переходят к следующему вопросу, но я засканил всех. Замашнил, Джо, земля, замашнил. Мишау. Скам-шоу, ребята, с Дмитрием Ликсом. У меня аж ручки почти. Итак, мы переходим к седьмому вопросу. 400 рублей у вас будет в копилке, если вы ответите правильно. Четвертый вопрос, седьмой вопрос звучит так. Кто из ниже причисленных музыкантов имеет самый просматривающий клип на YouTube? А, Моргенштерн. Б, Лико Биг. С. Ахахаха! Аааа! Аааа! Так, пока он ушел, быстро, короче, бугли. То есть у человека, то есть у человека в натуре, в первой паре участников идет Лера и он такой, все музыкальные вопросы дадим вот этим двум я надеюсь менял их местами просто наверное это не время стекло наверное пути мать и только если вот этот который про собянина да не там что-то про бургер москву они с точки зрения что допустим люди заходили чисто дизлайк поставить но вероятнее всего смотри little big по факту они же за рубежом тоже популярны и слушают вроде за рубежом и они там концерты наверное какие-то уже даже дают не казалось я недавно относительно где-то видела новость возможно в каком-то telegram канале что у них клип типа у little big самый просматриваемый клип типа музыкальный на ю тубе я показалась либо every day and drinking вот это вот либо еще там какой-то я не помню но мне казалось что я видела про них какую-то вот такую новость даже на урганте по моему даже скорее всего это little big я даже станет такой есть гтрп а на каком сервере на сервере сан но давай little big попробуем мне кажется это я не думаю что это моргенштерн хотя бы потому что весь он допустим популярный в снг то литл пик объективно не только это литл пик принято совершенно верно это литл пик со клипом скибеди 532 миллиона просмотров друзья имеют они они имеют а вы имеете 400 рублей в копилочке и переход на восьмой вопроса и сумма уже посерьезнее 800 рублей восьмой вопрос поехали какая самая популярная категория на твиче а кс го б фортнайт с майнкрафт д джаз чатинг это точно не кс го потому что кс го у нас в целом да ну по идее джаз чатинг вроде самый первый всегда идет нет но у меня покрайней мере у меня джаз чатинг всегда идет первый это категория занимает первое место и имеет 242 миллиона часов просмотров только за месяц занимает первое место практически по всем показателям твиче это точно не и кс го потому что кс го у нас в россии по моему где-то там в первых местах если не ошибаюсь с фортнайтом та же история я бы их скиднула опа лера задонатила нам на благотворительность спасибо лера спасибо большое это это на благотворительность которую вы выбрали победителя или которую мы это я думаю решим как-то разделим напополам мы добавим туда и туда с донатом именно прекрасно блин вот буквально недавно смотрели статистику я не могу спасибо за полу но это не кс мне кажется что майнкрафт больше но это конечно чисто из головы взятые инфа мне кажется на ютубе популярны чем на свече я не думаю что майнкрафт это топ-1 твича то есть это может быть там какой-то в топе ютуба но на твича мне кажется это не топ-1 кс го тоже вряд ли ну то есть типа вот взять там какие-то турики проходят ну крупные дата мажоры всякие сколько их смотрят там 1200 человек да наверно 300 тысяч человек но это сумма но это цифры которые в джесс-четинге каждый каждый вечер ты заходишь там джесс-четинге почти 100 тысяч человек а я думаю что особенно с новыми категориями тем более с новыми которые я надеюсь когда-нибудь попробуют обязательно друзья я приглашу вас и мы с тобой вместе мне кажется фортнайт джесс-четинг может быть в какой-то месяц фортнайт и обогнал джесс-четинг наверно знаешь там может быть когда там у них какой-то апдейт выходил где они там то ли трэвис и скотта музыку за концерт устраивали да фортнайт или еще что-то мне кажется это только один месяц такой был скорее всего короче рядом этот час и так ваш вариант ответа д приняты и не буду долго томить это совершенно верно это джесс-четинг вы приходите на девятый вопрос у вас уже 800 рублей в копилке и осталось два правильных ответа до второй несгораемой суммы в три тысячи рублей чат пожалуйста чуть 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 давайте разгонимся не будем спать потому что скоро для вас также будет интерактивчик и история если вы ответите на джесс-четинг это 242 миллиона каждый месяц поехали девятый вопрос для чего нужен инструмент называемый метчиком а нарезанеры резьбы разметка заготовки пробивка отверстий и д шлифовка поверхности у тебя есть идеи позвоните за нуде позвоните за она же заканчивала курсы на плотника наверное на плотника она рассказывала что заканчивала но я а если это вообще с этим не связанные она не знает она позвонит на логически пробивка отверстий логически давай давай правильных к отверстиям на пробить но в принципе отверстия есть чем пробивать ответстве можно пробить в теории даже не инструментом логично не метчик это то есть от слова метка наметить а тут тут есть вариант разметка заготовки что и что там еще да я не вижу просто шлифовка шлифовка точно нет нарезание резьбы это что имеется о чем речь вообще господин ведущий чтобы выстрелить ответа поясните короче я думаю это не поверхности скорее всего то есть часто мечик звучит как что-то ну дожди там не а метчик а мне почему ты знаешь какой-то мечник в голове все крути метчик ну допустим что-то наметить но если что-то наметить то вряд ли это поверхность потому что когда ты поверхность шлифуешь но не уверен что там что-то прям необходимо намечать ну что-то надо но не думаешь это инструмент какой-то это не д точно это можно не да и все потому что разметка на разметка заготовки что заготовки каких то есть какие-то варианты отсеиваете дэни это точно не вот где вопросы про доту ты ребятам задал вопрос кто выиграл первый интернет international да все знают кто выиграл первый они взяли подсказку на этот вопрос между прочим но допустим не смотри допустим не отверстие да то есть потому что пробивать отверстия но чисто в теории у вас есть подсказки 9 вопрос намечать для того чтобы пробить отверстия у меня логика какая смотри мне какая логика что если нам нужно что-то отметить да то это должна быть какая-то сложная выебистая штука то есть если тебе нужно что-то отшлифовать это несложно не требует разметки то же самое с пробитием отверстий чтобы пробить отверстие тени нужно отмечать что-то будешь ну тебе нужно отметить что-то будешь пробивать но я не думаю что для этого нужен какой-то инструмент и просто не знаю карандаша можешь это наметить где-то будешь дырку делать какое-то отверстие вероятнее всего вероятнее всего нет не думаю что для этого нужен какой-то мечик специально если это только не какое-нибудь название у плотников да там специальное название придумали для карандаша какого я сейчас правильно понимаю ты И ты имеешь в виду, что вот разметка заготовки, что для этого может подойти карандаш, и нет смысла называть карандаш метчиком. Я думаю, это может быть нарезание резьбы, потому что, я так понимаю, резьба, то есть это, ну, нарезание резьбы, я так понимаю, это то, вот эти вот узорщики, да, на гвоздях, там, на еще чем-то, да, там, на винтах. Сейчас хочется, чтобы позвонили зануде. Они же делаются не, зануде позвоним еще, они же делаются не вручную, их же отливают, вот эти все детали, и, наверное, их как раз-таки надо наметить чем-то, ну, именно аппаратом. Метчиком, например. Например, метчиком. Короче, го, а, го, а, если ошиблись, то ведущий зажал деньги. Да, отлично. Вы уверены? Ответ А. Ну, ну, наверное, но, и честно, это просто, вот, методом исключения, тишо, на логику. Хорошо, методом исключения, и ваш вариант ответа принят. Только не томи. Да. Офигеть, просто, чувак, я не делаю. Переходите к десятку, что ты творишь, ты меня разоряешь. А я, я сам не понимаю, что я делаю, но... Это очень слаживый вопрос. Блядь, что он творит сейчас? Сюда просто кто-то пишет. Нет, я, я говорю туда сегодня, я говорю туда сегодня. А, так, ладно, мы увидели. Ну, опять же, будет вопрос про звезды, я просто АФК встану. То есть, мне нет, потому что там логики никакой. Окей, договорились. Быстро, быстро, скиньте вопрос про звезды, дайте я добавлю. Итак, десятый вопрос. Вторая несгораемая сумма. Мы переходим к нему. Сколько линий в петербургском метрополитене? Поехали. Поехали. Джози, ты откуда? Я из Москвы, но в Питере был и катался в метро в питерском. И оно такое, оно достаточно простое. То есть, в плане, там посередине такой какой-то прямоугольничек, насколько я помню. И такие чисто там, там не очень много линий, то есть, там никак в Москве. Но точно не 4, 4 это очень мало. И не 5 точно. И, по-моему, не 10, потому что 10 это что-то для Питера вроде бы много. То есть, по-моему, там меньше, потому что они там даже вроде не пересекаются никак. Там вроде вот они только в центре пересекаются, вот в этом прямоугольничке. А потом просто идут как ответвление. То есть, там вроде особо не очень много их. Насколько мне помнится. То есть, я думаю, это либо 5, либо 7. Либо 5, либо 7. И мы подсказку 50 на 50 уже для себя заблочили. Потому что господин ведущий оставит либо 5, либо 7. Ну он да, он жут. Не факт, не факт. Короче, да, я тоже думаю, что не 10, потому что это слишком много. И я помню, что я там была, но мне казалось, что там больше, чем 5. То есть, я бы думала, что 7. Из Питера плюс чат. А вы не смотрите чат. Итак. Не, ну подожди. Давай посчитаем. Я была в Купчино. Я была на Фрунзенской. Это одна ветка, по-моему, синяя. Я был на красной внизу. В самом это что-то вроде то ли армейская какая-то, то ли еще что-то такое. В центре там еще какие есть. Помнишь какие-нибудь? Самое время перебирать цвета мистер Плитена. Да, 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 да. Не, 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 не. Вообще без дупля, но... Ну, смотри, я точно помню, что я когда там был, я точно для себя сразу отметил, что оно супер простое. То есть оно прям очень простое. Да, оно такое, еще там по жетончикам. Ой, я, по-моему, эти жетоны покупал. Прям, мне вообще не понравились эти жетоны. Фигня какая-то. Там погрязнее, кстати, чем в Москве метро. Ну, мне еще, знаешь, оно не очень юзер-френдли, потому что там вагоны, когда я там был, они были еще старые. И там как только в вагоне озвучивается осторожно, двери закрываются, они моментально закрываются. И закрываются быстро. Не как в Москве. В Москве очень френдли. Там можно зайти еще спустя, там, секунд пять-семь вообще спокойно. А там прям моментально, мне чуть сумку не зажало, потому что я-то привык, что, ну, ладно, пофиг, успеваю. Ну, ну, нормально было, по итогу. Ну. Две мы знаем. Там есть зеленая ветка? Без дупля. Был там двое раза всего. Для меня это чистый рандом. Для меня это чистый рандом. Да, ты говоришь, что она максимально простая, то есть семь это уже достаточно много, на самом деле. Ты говоришь, ну, точно не здесь. А я не знаю, по меркам вообще в метро обычно семь это много считается или нет. Просто в Москве леток, по-моему, 15 или 16. Я пытаюсь вспомнить. Главное, не едьте в Дубенко, правильно, совершенно верно. Дубенко не поедем. Дубенко. Че-то вспомнились про Дубенко, по-моему, уже это у Юры Хованского, да, или... ПрСФ. ПрСФ-юрсук. ПрСФ, да, надеюсь, все обойдется. О-о-о, ну, можем пять попробовать чисто на рандоме, просто потому что мы же до несгораемой дошли, правильно? Нет, точно, вот если сейчас вы ответите. Как же ты душишь? Сюда! Блин, я просто не хочу все подсказки оставить на оставшиеся вопросы, потому что это не жопа, да. Там наверняка что-то сложное. То есть, я думаю, там нам не завезет так, как завезло ребятам, да, с этим... Два плюс два равно четыре. Там наверняка сейчас будет что-то. Ну, можем пять попробовать. Давай, кажется, пять. Потому что оно в натуре супер маленькое. И в мою логику это вписывается, что вот если там... Потому что, по-моему, там действительно какой-то прямоугольничек в середине, ну, типа скругленный, да, с округленными руками. И вот пять, по-моему, как раз... Завидует нашим вопросом. Да, Верс. Самое то. Очень завидую, честно. Ответ С. Ответ С. Принят. Ведущему надо дать пистюлей. Ну, правильно, он здесь баланс какой-то. Итак, сейчас я озвучу вам станции метро. Санкт-Петербургского метроплета. Все? Кировско-Выборгская. Московско-Петроградская. Невско-Басилия-Островская. Правобережная. Фрунтинско-Приморская. Для 2008 года линий было четыре. На данный момент их пять. Ааа, да ладно, серьезно? Петнись, а вообще невероятно просто, да? А я правильно, да? Там же прямоугольничек. Ты совершенно прав. Ты совершенно прав. Я не знаю, что он сегодня творит. Этот просто маэстро Джози. Просто тебе надо сейчас надевать костюм и под песню «Lovely away my soul». Ну, это деревья конкретно. Так, все, мы с вами переходим, ребята, к нашим... Ну, это правда рандом. То есть, ну, что? Чисто на логике вывозь, реально. Я уверена, что я до последнего, я просто решила довериться Джози, потому что, ну, типа, я бы не казалось, что... Ну, последние шесть вопросов. Это вообще я не понимаю, это очень жестко. Я ультраслабый, я получил образование очень узконаправленное. Я вообще не шарю за многие вещи. Так, хорошо. Может быть, что там будет хоть что-то, что я знаю? Каэр, поехали к твоему интерактивчику. К твоему интерактивчику было-не было. Ты подготовил нам замечательную историю чат специально для вас. Сейчас просыпаемся все и участвуем в нашем предикшене. Мы должны определить, правда это или неправда. То, что скажет нам наша госпожа. Короче, рассказываю, я готова. Вы угадываете, было такое или не было. Однажды, когда я была маленькой, относительно, мне было лет 15 или 14. Я сделала мудро. Ко мне пришла подружка ночевать, и на улице начался очень сильный гром, гроза туда-сюда. А я жила тогда в маленьком, короче, городке сибирском. И я ей говорю, а погнали в грозу и покататься на великах. Поехали там что-то. Покатали на великах, да. И, короче, мы в итоге поехали до какой-то речки, доехали и нашли там тарзанку. И с этой самой тарзанки я такой человек, типа, меня очень легко взять на слабо, и я постоянно всех подтрониваю. И, то есть, ну, представляете, картина ночь уже практически была, там часов, наверное, 10-11 вечера. Гроза прям, молнии фигачат с неба. Ну, красотища нереальная. И дуть захватывает, аж ветер дует. И чтобы с этой тарзанки, короче, съехать, нужно было по ступенькам прибитым к дереву забраться на трех. Взять эту тарзанку с ветки, потому что я постоянно все, кто катался, туда вешал. И прям ты летишь, короче, на эти тарзанки садишься и спрыгиваешь прям в реку. И все это под молнией, короче, вся такая, короче, красота. И я ей говорю, слабо прыгнуть? Она мне говорит, только после тебя. И я прям сразу, а мы были в шортах, в майке. Такая, ах ты поехали, блядь, на слабо меня взяла. Ну, мы приехали прям к этому дереву, прям все туда, этом. Ну, мы знали просто это место, мы поехали кататься и поехали туда. И, ну, уже как бы темно, молнии только прям вспышками освещают, короче, всю улицу. Красота невероятная. И я залажу, получается, на это дерево, беру эту тарзанку. Вода леденющая, но я просто вот с этого дерева лечу вот так в воду. И, ну, с нее спрыгиваю, как бы слажу, отпускаю ноги. И прям такие, такой бомбочкой. Слаживаешь прям конкретно? Слаживаю, да. И в итоге я вылезла и обнаружила, что у меня в заднем кармане телефон Nokia Xperia Music. Не твой. Почему не твой? Просто в полете снайпнула у кого-то. Просто вот это вот. Ай, меня снайпнули в полете. Да, вот так вот. Ну, в итоге я вынырнула, все нормально. И следом прыгнула она, и все было классно. Мы благополучно поехали домой. Это были просто незабываемые впечатления, ощущения. Теперь гадайте, правда ли они. Сейчас поехали, предикшн запущен. Джози, как ты думаешь, правдива ли история от госпожи Кая к нам подъехала? Единственное, что меня смутило, было очень много описания погоды, впрыски, всплески, ля-ля-та-паля. То есть, по сути, там два предложения. Но она просто красочно, она автор. Но от того, что она ее рассказала красочно, вместо того, чтобы рассказывать какие-то там детали, по типу, это было... А ты не красочно рассказал свои... Бесной 64-го, да? Но я бы подумал, я бы сказал, что это правда, мне кажется. Ты думаешь, что это правда? Ну, пока что, по нашему опросу, ребята, предикшн запущен, голосуйте, ставьте свои баллы. Пока что, по нашему предикшну, больше думают, что не правда. Кая, ну... Кая придумала для нас историю ничего синих ухры-мухры. Надо было... Ну, ладно. Нет, все-таки перевес конкретный пошел. Пять тысяч на дак кто-то залил. На правду, в принципе, предикшн уже завершен. Кая, скрывай все карты на стол. Блэк Джек. Блин, не хочется его огорчать, но да, это была правда. Я действительно прыгала с тарзанки. Так и было, да. Это правдивая история. Но это было очень опасно. Это было опасно, потому что молния же может вроде как ударить в воду прям. Ну, то есть это... И она прям вот-вот-вот была. И, короче, как безумие. Ну, это правда, да. Много кто, мне кажется, знал просто эту историю. У меня память плохая такая, как у рыбки. А ты уже рассказываешь ей десятый раз. Мне кажется, что я ее уже не рассказывала. Каждый стрим, короче, начинается. Я, короче, прыгал с тарзанки. Снайкнула телефон в полюете Nokia 3310. Наверное, я ей рассказывала. Но я могла забыть. Знаешь, забавно было бы, вот ты указала модель, что это была Nokia. А на самом деле... Это Samsung. Samsung. Sony Experience. Это было и не правда. Sony X. Да, это неправда. Я надеялся, что вы такие будете придумывать. Что будет а-ля... Ну, там, телефон у меня другой был. Или слово я по-другому там... Это бус. Это бус. Пусть была мысль, но ладно. Ну, хорошо. Немножечко мы с вами отдохнули. Чуть почекинились. Вот так вот классненько. Историю выслушали. И мы переходим с вами уже к одиннадцатому вопросу. Офигеть. Шесть тысяч рублей на кону. Шесть тысяч рублей и вопрос... Но трешка точно наша. Трешка уже все. Слава богу, хотя бы три. Хотя бы три. Поехали. Какой химический элемент назван в честь злого подземного гнома? Телур, наверное. Кобальт. А я не знаю. У подземных гномов откуда? Ну, кобальты под землей живут, и они очень любят всякие блестяшки. Ты что, в Харскоу не играла? Нет, не играла. А, то есть ты же знаешь ответ на этот вопрос. Ну да, это кобальт. Все хорошо. Как он, блядь, это делает? Просто что? Что происходит? А, что происходит? Что происходит? Да, ну это ж не сложно. Да, я не знала, я не знала, честно. Блин, да ё-моё, 6 тысяч у вас уже в копилке, друзья мои. Короче, показываю. Все дело тут порядок. Все, верно. Все, вот хой или банк, так сказать, нормально. Ой, блин, ну это очень жестко. Джози сегодня просто рвет. Ну это ж правда не сложно, ну правда. Да я бы не ответил. Я вообще не знала. Я даже не знаю, о чем речь здесь говорит. Так, мы переходим с вами к 12 вопросу на 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей. Рад за самооценку. Так, зато какая красивая, согласен. Это правда. И так, 12 вопрос на ваших экранах. Какой знак восточного гороскопа следует за драконом? А. Крыса. Б. Собака. С. Лошадь. Д. Змея. Пиздец. Приехали. Ну смотри, я помню, когда был более мелкий, я точно помнил всю вот эту инфу, типа, что я там в год зайца родился, папа у меня в год, по-моему, дракона. Ну смотри, это восточный дракон. Подожди, а я сейчас посчитаю. Смотри. Нет, не надо. Насколько я помню, брат у меня родился в год собаки, а год собаки это 94-й. Если он в год собаки родился, а вроде бы это год собаки. А. А папа вроде бы в год дракона. И они там вроде их 12, они вроде через 12 идут, повторяются. Здесь что он делает? Давай я позвоню по-друге астрологу, она стопудово скажет. Ты думаешь, астрологи следят за восточным днестопом? Я думаю, она должна знать. Если она не знает, то это очень плохо. Ну можно попробовать, да. А это твоя бывшая, правильно? Ну, к сожалению, нет. Так, звоним бывшей. Ну кай, ну потекрай, ну обмани ты этого. Да нет, у меня есть еще одна бывшая, просто которой можно позвонить. О, все, найс, найс. Просто подруга. Так что. Давай тогда астрологу позвоним. Давай, она, я думаю, знает. Итак, вы выбираете подсказку «звонок другу», правильно понимаю? Да, да. Итак, мы выключаем музыку. Алло, привет, Маш, очень срочный вопрос. Я нашел, кто хочет стать кондиционером. Итак, вопрос, у нас одна минута. Какой знак восточного гороскопа следует за драконом? Дракон, угли, пожалуйста, кто следует. Тебя слышно. Что она сказала? Дракон. Да, вспоминай, вспоминай в истоках своих этих воспоминаний. Так, 30 секунд осталось. У нас 30 секунд. Подожди, это сейчас. Не гуглить! Змея, спасибо большое, Маша, спасибо большое, огромное. Ты на контактах с Антоном Шостанов? Почти, да, да, передам привет. Целую, спасибо. Давай, целую, спасибо. Итак, друзья, мы на шоу «Контакты» с Антоном Степом. Вот, почти так же, почти так же. Итак, Маша замечательная подсказала то, что после дракона следует змея. Змея. Правильно? И как вы считаете, прислушиваетесь ли вы к ответу? Да, что подала. Спорить с астрологами себе должен, знаешь, там, порч еще какую-нибудь наведут, еще. Да не, они не умеют, они только их это вычисляют. Кая умеет, я знаю. Да не правда. Ну, смотрите. Ситуация у нас следующая. Вы выбираете «Д», да? Так, только не говоришь, что это неправильно. А стоп, стоп, подожди, она перезвонит, у нас там было несколько секунд. Алло, да, говори быстрее. А не правильный? все время закончилось время закончилось все давай за драконом сейчас узнаем не хочу вас расстраивать это правильный ответ не буду вас расстраивать да это правильный ответ и мы переходим к 13 вопрос на ваших экранах каких преступников данте поместил в девятый круг ада а предателей б еретиков c убить д сама ты сейчас наверно опять начнешь говорить что я там какой-то секунд про круги данте я тоже как-то узнавал потому что вся вот эта тема она мне было интересно ну давай ответ надо подумать буквально недавно стояла и хотела купить данте смотри по-моему это не еретики наши еретики это вроде что-то более ранее потому это что-то более простое по моему еретики еретики и подожди это же темноте имбит инако инако верующие правильные на 9 кругу так 1 2 3 не казалось мне кажется что да но я просто думаю что это не еретики а насколько я помню я еще этому удивился типа самоубийцы они где-то то ли по середке то ли в начале то есть они не в конце то есть самоубийство вроде как христианстве это чуть ли не самый жесткий грех если правильно помню по библии наверное не уверен я типа это очень плохо но там тип самоубийство это вроде не самое жесткое это не точно я вообще не эксперт по данте вроде как предательство это самое тяжелое это звучит очень-очень художественно красиво литературно когда хотела купить книжку я была с другом в книжном магазине и мы обсуждали вот эти круги я говорил там очень красивое издание такое было это каблин вот мне стыдно что ее так и не прочитала очень хочу прочитать и вот мы говорили про предательство что это самое вот такой все предатель под твою ответственность предатель предателей а чтобы не подвидим под вашу ответственность да нет не напоминает то что все на вашей совести ответ а принят если бы кто-нибудь ответил неправильно но у нас сегодня только вот это вот таких звуков не итак друзья 14 вопрос на 9000 вот тут вот надо было реально саундпад ставить повезло повезло туша на строгом танте внезапно обсуждала 14 вопрос друзья мы переходим 14 вопросом что в буквальном переводе означает английская аббревиатура и частное мнение б персональный интерес с общественные отношения д личные контакты контакты персональный но общественные отношения персонал сквозь колонки попадают на десятый круг public public relationship это наверное вот оно потому что смотри да 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 персональный интерес это personal ну интерес интерес все больше ничего не может быть да � нет все правильно ты говоришь со реально общественные отношения 뭐 derivается вариант c ответ принят ты ну да тут уверен да да Fernando ответ c ну да сто процентов Хорошо, подожди, 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 смотри, частное мнение, если P это personal, то мнение будет, что может быть, opinion, что еще может быть мнение, idea, mind, но на R ничего не подходит, R, не подходит ничего, персональный интерес уже рассмотрели, там на R под интерес тоже ничего не подходит, личные контакты, да, personal, контакты, что, R? Context там, ну, data какая-нибудь, да, на R тоже ничего не подходит, все, общественное отношение, C, окончательно, все, точку поставил, ну, на бабки разведи, ну, тут, sorry, тут ты чисто нарвался на специальности, Ладно, все, нифига у меня, кстати, это, ладно, не буду вам показывать, это вебка сместится, у меня, короче, прям на лампу закинулись, ну, ладно, 9 тысяч рублей у вас уже, в копье, это уже солидно, это уже, можно уходить, да, можно уже при 16 не отвечать, нет, 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 мы тебя разденем, братан, Мы, короче, сейчас должны, знаешь, как сделать, как только он задевает вопрос, мы без объяснения, без рассуждений сразу берем 50 на 50, чтобы нам было проще, нет, сначала мы подумаем, и звоните бывшей, подумаем, но молча тогда не говорим, давайте вы обещаете мне то, что вы сделаете звонок бывшему, ну, конечно, сказала, что позвонит, у меня просто бывшего нет, поэтому я не могу бывшему, можно бывшей? Я не уверен, что она хочет со мной рассказать, ладно, или, хорошо, я вас услышал, и мы переходим к 15-му вопросу, 15-й вопрос на ваших экранах, и это будет самый сложный вопрос на сегодня, вы готовы? Готовы. Ну, мог бы хотя бы 3 плюс 3 написать, ладно, звонок бывший, сейчас позвоню, подожди. Борис лопа. Прикинь, вот реально, вот не разговариваешь с человеком, там, 3 года, вы там расстались, и спустя 3 года чисто тебе бывшая вторая половинка звонит и спрашивает, Алло, дело срочное, 2 плюс 2 сколько будет, помоги. Ну что? Ладно. Если я ее сейчас разбужу, наверное. А, тем более, если еще и разбудить под таким предлогом, это вообще... Как же, как же ты байтишь на ведущем, это... Уф. Да, она не берет. Качественный байт. Она не берет, значит, вы не отвечаете на последний вопрос. Значит, я могу позвонить своему бывшему парню, ее нынешнему, и, в принципе, будет то же самое, как бы, можно так сделать. У нас там сложная ситуация просто... Чего? Что? Ну, я потом расскажу. Вот так вот, не хочет бывшая сегодня... Какие-то очень сложные схемы какие-то. Да, это жестко. Вот так, не берет. Хорошо. Слушай, ну я тебе честно скажу, я вот к моменту 15-му вопросу, я вспотел, у меня прям тяжело, я прям тмонировал. Она была в 16-м году, все нормально, звоним дальше. Я вас вспомнила. Ну, справедливости, да, вот справедливости ради, я вот там ошнил, что у ребят было проще, но по факту, во-первых, тот же вопрос там, когда Дима Билан выиграл Евровидение, логически это не выигрывается, это просто надо знать или угадывать. Вот, остальное все плюс-минус, хотя бы, ну и со звездами, да, тоже, вот у них был вопрос, там, какая звезда самая ближайшая, но это только знать надо. Согласен, и для этого есть подсказки у вас. Да, здесь хотя бы что-то как-то можно было. У нас просто сложные вопросы начались гораздо раньше, чем у них, и поэтому мы начали вычить, а так, да, согласна, я скажу, что там нет. Расскажите, вообще, как вам в целом, понравилось? А, подожди, сначала, подожди, не отвечай ему, не отвечай, он байтит. Окончательный ответ А, 4, мы лутаем 10 тысяч на благотворительность, и вот пиши, ты можешь задавать вопросы. Да, это совершенно верно, ответ А, и вы проходите эту игру и забираете 10 тысяч рублей. Да, поздравляю вас, поздравляю. Назовите фонд, в который вы хотите отправить деньги. Короче, мы выбрали, ну, не совсем фонд, а человека, который без каких-то там фондов занимается самолично. Я, в общем, в принципе, я являюсь волонтером уже в этой ферме лисов. Короче, женщина, она спасает лис со звероферм, где их убивают для шуб и для одежды, для прочего, прочего, прочего. То есть, там спасенные лисички найдены, она их лечит, и сама это делает все на свои средства, и вот исключительно на пожертвования содержит. Недавно там она отстроила им большой, короче, вольер в Подмосковье, и там прям и енотовидные собаки там есть, и, по-моему, там есть одна рысь, которую она тоже спасла. Но в основном там очень много лис, и мы с Джози, короче, обсудили, решили, что мы хотим ей помочь, вот. Ну, я как бы так и так ежемесячно там чуть-чуть отправляю, а тут как бы вообще... А Джози, ты согласен? Да, да, мы это уже вчера просто все обсудили, ты же попросил заранее выбрать. Да, мы подготовили. Вот, поэтому мы заранее выбрали. Все, тогда вы мне обязательно скиньте ссылочку. Там очень-очень-очень милые фотки, там инстаграм тебе потом скинет, Кая, вообще. Да, все, тогда обязательно. Такие лисики. Мы переведем. Тогда все, я вас поздравляю еще раз. Спасибо, Джози. Дождь, так ты респект, Кая, очень сильно, на самом деле. Да нет. Я бы в соло не справился в любом случае, поэтому... Три вопроса, я ответила, и все. Я так тоже стояла. Ты молодец, прям логично. Знаешь, мне больше всего понравилось, как ты вычислил его игру, когда ты вот... А вы могли тогда уже проиграть на третьем вопросе. Не дал нам проиграть, в итоге минус 10к. Ну, как бы, спасибо, спасибо. То есть, как бы, понимаете, тут респект, не нам тут, респект в любом случае, как бы, господину ведущему, потому что, реально, формат очень крутой, очень приколдесно, очень приятно, реально, все очень здорово. Вопросы забаланшены, очень классно, мне понравилось. Спасибо тебе большое, что пригласил. Я очень рад, что вам понравилось. Будем тогда обязательно что-то новое делать, мутить. Надеюсь, чатику тоже обязательно понравилось. Мы не расходимся, ребята, мы пойдем сегодня к Кае. Она будет на стриме. Можно говорить, что будешь делать? Нет, не начинаю, пока. Блин, ну там такое будет, я говорю, ты что, вообще, я просто, я так охренел, ребят, что она будет делать. Все, ребят, спасибо вам огромное, тогда быстренько запускай, Кае, а я чуть-чуть с чатиком, и тогда мы пойдем к тебе. Вы бейсики всем. Вы бейсики. Тогда с вами после того, после Кае на стрима обязательно со всеми еще поболтаю. Все, давайте, ребят, пока.